Я обратился в 150-никах. Вы можете рассказать ваше покаяние? Ну, как же мне рассказать? В первую очередь, я всегда знал, что Бог есть. Я родился в религиозной семье. Дальше этого не шло. Я знал, что есть суд Божий. Что будет второе пришествие Христа. А о Христе ничего не знал. Евангелия у нас не было. Но что нельзя там блуд, материться. Меня Бог от этого сохранил. И поэтому мой разум... Мы тоже не материмся. Да, Бог сохранил меня. Этого не было. Не материмся, это вы и знаете. А я не знал. Меня в незнании Бог сохранил только знание того, что есть суд Божий. Когда я служил в армии, в это время посмотрел фильм «Отверженный Викторию Югу». Как он обращается к Богу. Говорит, не было другой цели, как спаси не жизнь, но душу. И вот это меня буквально везде тормозило. Мне многое Бог давал знаний. Я готовился на институт международных отношений. Владел несколькими языками. С выходом за границу учился на штурманов. И в это время, когда корабль стоял в Латвии, в Венсколсе, я любил очень помогать бедным, бабушкам там. И в это время бабушка идет с сумками, я решил помочь. А есть ли ручья есть? И она меня направила в Баттийский дом молитвенную, в Латвийский. А я по-латвийски за три месяца ночи разговариваю. Мне просто Бог давал эти знания. Я вижу слова не идти. Я знаю политический, медицинский, новые слова. А я говорю, да, вот, русские дни языка. Я по-латвийски с ним разговариваю. Я не понимаю, о чем они говорят. Я не знаю, просто я знаю, евреи убили Христа. Поэтому они враги, а я вроде нормально. Но что я умру и в аду буду, меня никто не мог убить и начать. Я знал, что я погибший окончательно. А что Христос умер за меня, пролил кровь на Голгофе, я не слышал. Но я бы писал везде, где написано божественное было, атеистические брошюрки. Я покупал две, оно с двух сторон бывает божественное. Я вырезал, наклеивал. Но цифры там какие, что они означают? И когда борются атеисты, они не побеждают вот эти... Мне это дано было. Эти слова побеждают их. Но что это Евангелие, Библия не знал. Когда мне дали они Евангелие, они в другой комнате были. Но они, это тогда время было объединение бактисты с евангельской верой. Вот они говорили на языках. Но так как я мог говорить с немцами, с амбищанами, с французами, мы это никакого отношения к тому не имеем. Ну и когда я стал записывать, вижу первое рождение, сколько христа было так, Евангелие от Матфея 1 до 7. Вижу, записывать нечего. Здесь все божественное. И когда они зашли из другой комнаты, я был готов. И они говорят, вы хотите помолиться? Ну я знаю, Богородица, Дева радости, достойность. А что с твоими словами открыть? Как с Богом разговаривать? Я этого не знаю. Они говорят, ну молитесь, как я сейчас. Я стал, стал кланяться, а они слышат, ветер пошел, думают, как в день пятидесятницы. Молитесь, говорит, а что ему просить? Я понял, чего мне хватает, мне веры не хватает. Я взмолился, Господь, дай мне веру, чтобы я поверил всему здесь написанному. Это Слово Божие сказали мне. Это первые буквально часы. Я почувствовал, как Господь открыл мою душу и вошел в мое сердце Духом Своим Святым. У меня показалось, я стоял на коленях, я даже качнулся от тяжести снятого как бы рюкзака. И у меня как голос какой, ничего не было, просто мысленно, верую, верую. Вот по углам как бы звук пошел. Я встал совершенно другой человек. И я встал, когда на корабль пошли, я перешагнул фальшборд. И первому матросу говорю, мы живем неправильно, за нас Господь умер, есть надежда спасения. Мы можем быть спасены. Второму уже, а я на штурмана учился в это время, сошел с ума матрос под всем кораблем. Совершенно... Для них это честно. А это полно. Полно. У меня такое, я сразу домой написал, братьям, сестрам. У меня много друзей, я очень общительный. Брат обратился, сестра, мать покаялась, там отец. Ну, свои, брат, священникам где-то. Ну, и на меня сразу уже забросили, или, или, что, дурью маешься, мужик это. Ты за границей представляешь наше государство, и ты будешь теперь, помоги Господи. Пришлось уволиться. А у меня строительная специальность была, работал прорабом. А дальше начали угонять по социальной лестнице. Дальше пищника не... Вот пищник меня прокормил. И началось свидетельство перед миром. Ну, а дальше череда арестов, ну, и все проще. И теперь... Арест за имя Божье? О, как же. А это в какие годы было? Это было первый раз в 80-м, перед Олимпиадой прятали верующих. Олимпиада в Москве. Вот там подряд гребли они все. Но меня взяли из-за того, что арестовали отца Дмитрия Дудко. Это самый популярный священник. У него был адрес. Меня по санкции МГБ арестовали. Вот, я там еще стихи пишу, у меня много стихотворений. И я Ленина там засыпил. Я знал, что это изверг, самый жестокий человек, хуже Гитлера. Ну, и все в стихотворной форме. Стоит в свою рот ащерев, Помет у птиц подставил голый череп, Больше атеистов, сон, мещают. Ну, и они меня. А второй раз уже в 86-м. В 86-м тут уже серьезно засыпили. А в каких тюрьмах сидели? А? В каких тюрьмах сидели в городах? Кемерово, Кузнецкое. Лагерь это уже был Жанатас, Жамбульская область и Казахстан. Чтобы незнакомый народ был. Ну, и понятно, они стей особой преследовали. Не было общения. Но я свидетельствую. Они тогда там, кто ко мне подходит, Бил черенками, подходит. Никто не подходил. А подходит, который вел следствие, следователь уверовал. Начальник тюрьмы по-христиански умер. У меня такое свидетельство было там, Которого я разговаривал, Посидели там в аптиске, ни у кого не было. Даже они говорят, мы этого не слыхали. В первую очередь у меня был настрой перед этим. Я знал, что арестуют. Я ходил с сумочками. С собой все было. И в церкви, и везде. И арестовали меня на работе. А дальше, когда арестовали 9 января 86-го года, В ферме, когда сидишь в СИЗО, там подъем в 6. Я всегда вставал в 4. Ровно в 4 часа меня Господь поднимал. 2 часа это утреннее у меня молитва. И днем раз в 5, а по часу по полтора молился. А в 8 открывалась камера, С двух этажей охранники стояли в дверях. Слушали. 2 часа у меня было проповедь. По слову Божию. Ну, камеры большие. Заранее уже нашли, кто не курит. Тщательно мыли руки. Пахан смотрел, чтобы ни один не закурил. Начиналось свидетельство. Ну, а я не оборачивался, когда ночью молился. Они подходят, присутят. Всяк 6 человек сзади на колени становились. Можно мы тоже встанем? Мне Бог давал силу божественную свою. Нигде не отчаяться. Все это видеть и все принять как дар Божий. Страдание это сладость пострадать за Христа. А в 20... 15 марта 87-го вышло помилование при зене Дворхом Совета всех полицах ученых в 10-10. Это не по политической статье, не религиозная. Тогда была 142-я. Где-то собирались вырегистрированные. Ну и... 25-го уже были. Вы встречались с нерегистрированными братьями? С нерегистрированными. В самом начале я помогал им. Это было в 62-м году. А с кем вы лично встречались? Можете назвать фамилии? Ну, допустим, в Барнауле. Там Минаков. Миняков? Да. Это очень известные такие. Юрий, да? Вот. Да, ну Барнауле в это время. Но тогда, когда там были, никаких фамилий мы не знали. Там Шок Крючков, там Прокофьев, Падение, это мы еще не знали. Георгия Винца. Это только потом все это всплыло. Я знаю в самом начале зарождения. И поэтому мое сердце всегда было соделенным. А с ними в каком контакте были? Вот. Ну, в каком контакте? Допустим, с ним никого. Ну, допустим так. Мы строго за десятину. Десятина, она нам не принадлежит. Бог ее приложил к 90 рублям и говорит, обкрадывайте меня. У меня простое объяснение. И начинает, говорит, ну я когда услышал, я, как говорится, экстремист, я сразу решил, я плачу Богу 9-10. И поэтому я всегда на 2-3 работах. Я 50 лет продержал этот тем. Из 100 заработанных, 90 на дело Божие. И меня Бог прокормил. И поэтому деньги, которые мы собирали, деньги немалые, работали все. Ну, это дело прошлое. Мы все относились к зарегистрированным. Потому что священники живут достаточно. Почему? Потому что они печатали, ну, арестовали кого. Мы знали все, согласно, что есть. Ну, здесь вот кто? Володя Фирсов в Варнауле. Мы через него напечатали. Вы не знакомы, да? Ну, как не знакомы? Я бы лично в руки передавал деньги. Еще что-то. Он сидел уже на трассе до меня. И поэтому мы участники были. Самые прямые Евангелия, издания Евангелия, которые дальше людям шли. И поэтому нас так обильно Бог благословлял во всем. Для нас этого не было различия. Но близкие знакомые были, которые не заделены, зарегистрированы. Мы им всегда говорили. Вы такие же, как вот эти православные дети. Они нигде не нашли, ни на какой, сказать, конфликт или что-то. Они решили детей водить. Ну, не водите. Ну, все, что там было. Я близко знаком с Юрой Михальковым. Он три раза сидел. А с Фирсовым вы сейчас еще поддерживаете связь? Ну, в какой-то степени знают там ребята, которые Акуловы там перезваниваются. А Акулы-то, Прокопия, мы вместе и были с ним. С одной кафедрой. Я у них проповедовал, у отделенных, несколько лет. И поэтому, где я приезжал, в другие города. По какому адресу вы не можете сказать? Адресу? Да нет. Ну, и, допустим, в Барнауле, это вторая, кажется, северо-западная, 144, где мы собирались. Ну, близко я знал Иосифа Бадемира. Он ко мне заезжал. Лебедев тут. Это все, которые приезжали. Акуловы вся семья. Это которых я близко знаю. Люди, которых, ну, я просто знаю, и они вхожи были ко мне. Ну, просто близкие, даже дружеские. Миша Акулов тоже вам знаком. Да, это, с этим перезванем, что с Америки все время звонят. Отношения просто братские, близкие. У нас никогда ничего нигде не было. Я переплетчиком был. И на них приходили, там, надо переплетать книги. А я реставратор книг, это все делали. Надо было. Просто надо. И вот сейчас, как этот, ой, это вот сейчас могу не сказать. Ерофеевич, что? Книжка его. Бойко. Бойко, значит. У меня много в книгах. Бойко. Вот. Теперь этот Азаров. Вот. И у него у меня в книгах, которые проповеди, все это мы сами отпечатали, и все. Это все наше. А вы что, с Бойко сидели вместе? Нет, не сидел. Он сидел в другом месте. Угу. Вот. И я написал письмо, а он уже болен был, ответа не последовало. И письмо мое, которое ему, оно тоже помещено здесь. Я переписывался с Ярвом Николаевичем Пести. Знаю, он очень хотел получить мои проповеди. Я ему послал. Он сам радиопроповедник. Это первый, которого я услышал в 62-м году. Я покаялся 27 сентября в 17.00. У меня обращение было, как у Савла. Вот кому рассказывает, маленький, чем хотели быть? Я всю жизнь хотел быть террористом. У меня другого мечта не было. Отомстить коммунистам за поруганную землю. Мне отец с детства говорил, это, стрелять, ножи, нырять там. А после обращения все ушло, да? Теперь я буду, теперь на том месте. Теперь тебя будут гнобить, тебя будут давить. Это Бог вот так вот сделал. Исполняется так, как написано. Гнали меня, я буду гнать и вас. Рожденный по плоти гнал пророжденного по духу, так оно. У нас самые ярые враги сегодня это православные священники. Это лютые волки. Они все разрушают. Мы Евангелие раздаем, они собирают во двора живые. Я подряд все написал, а? Вы сами не православные? Я православный. Я православный. А с ним почему вы враги? Ну, они совершенно чужие. Вы просто что, отделенные православные? Так получается? Так могут. Можете как уйдать. Нас называют протестанты в православии. Протестанты в православии. Потому что, ну, я не скрываю этого, что вот вчера только я выступал и говорил, вот, баптисты, они живут, если в общем взять, они намного чище нас живут. Что вы все баптистов хвалите? Я говорю, знаю, потому что вы вот сто человек уходят из молитвенного дома, сто из православного храма. Ну, вот, сколько курят, сколько матерятся, сколько аборты делают. Люди приходят в православный храм просто как, ну, это батюшки, грехи издать. У них не было встречи с Господом. Они не знают, что такое подлинное крещение Духом Святым, в Духе жить. Это не говорение языков. Это когда Дух Святой наполняет, и ты просишь. Вот мы молимся, когда последнее, это мы поднимаем руки все братья, сестры, и просим, Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых на небе и на земле. Услыши молитвы всех молящихся о благе нам. Прими молитву нашу о всех, кто заповедал нам молиться о них. И после этого говорим, говори, Господи, слушай, и стоим молча, что Бог положит на сердце. У нас нет это, допустим, он сказал, так будет. Нет, мы выносим на обсуждение, у нас парламентские выборы. Даже дети, я начальник детского лагеря, 40 лет, 40 лет, без помощи государства, тысячи детей подняли. Ни копейки не дали. А только давили и давили. В 99-м году было 15 краевых комиссий. Два уголовных дела против меня возбудили. Но у меня близкий, можно сказать, прям друг был. Это прокурор края Параскун Юрий Федорович, меня в лейтенант. И он все это прикрывал. И думал, ну что там, детей там, то есть биение, то есть, а ничего нет. Обследование, кандидаты медицинских наук приехали, ничего не едет. И следователь, которая вела, он говорит, возьмите моего ребенка в лагерь. То есть, они наталкивались на такое, что нигде не видели. Вот услышала директор Кэстонского института в Лондоне, Ксения Деннон. Прилетела через Останкино, представьте, такую дуру, прилететь потеряю. С ней профессор психологии. Как так? Может за один месяц ребенок там наркоманил или что-то, и совершенно другой ребенок, родители не узнают его. Как это можно добиться? Бог. И они вывели главный движитель лагеря, тираж, большой буквы, любовь. Все написано, пока родители молоды. Ребро молоды. Соломон, кто жалеет розги, да? Да, Соломон больше нас знал. У меня много написано про детей, как организовать кружки на новом месте, чтобы люди знали Бога. Личная встреча со Христом решает все. Вот я сейчас вернулся в Россию, там встреча с серым монахами. Но люди разные, сказать. Где наши священники, то это особые люди. А они особые в православии. Вот у меня в доме он обратился из Менонитов Геннадий Фаст. Он был преподаватель Томского университета. Молодой человек. Он закончил здесь в православии семинарию, академию. Сейчас он магистр в богословских наук. Он преподает в разных, ну, православные где-то. Это глубоко верующий человек. Ему, он с детства в Менонитской семье. Он вкус вина не знал, не то, что другое. И вот эти люди, они трудятся. У меня обратился следователь КГБ, сейчас священником. Но власти не могут этого никак простить. Какого человека погубили у нас? А я что, Бог делает это? Я только свидетельствую. Валентин Яковлевич Фот. Знаком вам такой? Какая фамилия? Фот. Фот. Валентин Яковлевич. Я читал про него совсем недавно только. Он в каком возрасте умер? Он умер 51. Что у него за болезнь-то была? Телефон прямой кишки. Фотографии все я смотрел его. У нас есть диски его. Мы можем вам подарить. А я бы рад был. Он мне близок очень. Когда я читал про него, ну, сердце мое соединено с ним. И когда он лежит больной, там, где дома, дети. Ну, просто мое сердце к этому я начитал житие о святых и о мучениках. Я считал и плакал. И поэтому люди, когда слушают, это все в интернете выставлено. И люди слушают и плащут, через это обращаются. Вот у нас сейчас здесь человек, нет его здесь. Он в пленке слушал и обратился. От пленки, на которых я проповедовал. И теперь приехал, принял крещение. Вот первый раз его берем на благовестие. А крестите как? Как? Как крестите, где? Где крестите? А мы раз в год крестим, только в озере. У нас подготовка к крещению от трех до пяти лет идет. Больше нигде в мире этого нет. А крестите маленьких детей тоже крестите? У нас почти не приходится. У нас только взрослые. Люди, которые... У нас все до одного крещеные сознательные. Этот вот сирота пришел, этот... Я в университетах преподавал, и в разных университетах Слово Божие. Вот он пришел здесь, это племянник мой. Я никого не крещу. У нас... У меня брат, батюшка, священник. Он крестит. Он еще назначен на 7 июля, или нынче на 8 воскресенье попадает. И вот, который... У нас здесь есть человек, это церковно-приходской совет, и каждый, кто покаялся, ему дается два поручителя, помогает ему духовно расти. И вот в день, когда крестить, за день раньше собирается вместе, и он теперь отвечает на вопрос, и будет еще на год отложить. Вот дочь приняли его, ей 13 лет, а его не приняли. Он связан был с восточными единоборствами, мы это ничего не принимаем. И у вас крещение по вере, да? По самой глубокой вере. Без веры даже близко нет. Все до одного в нашей общине, которые были в детстве крещеные, там моченые где-то, все они приняли взрослые состояния. Поэтому для православных... То есть перекрещивание, да? Мы говорим неправильно крещено. Перекрещивания не было. Это было ложно. Они их даже не погружали. Вы просто то крещение не берете вообще во внимание? Потому что он не был не погружен, ничего не было. Даже он взрослый, если был, в церковь пришел, деньги заплатил, полбупов стукнул. Нет ничего тут. Вы так открыто говорите. Я им говорю, пишу об этом. Патриарху письмо написал. Как вы отвечать будете на суде Божьем? Каких волков присвоили вы? Что они делают? Вы даже не знаете. Я знаю. Я зову, приезжайте ко мне. Мы сейчас вот были там перед храмом Христа, молились. Ну просто мы реально это все видим. Столько, ну я, общение такое большое. Представьте, я работаю, тюрьма 3700 человек, 17 лет. Там есть места, куда, ну смертники, приговоренные раньше были. Но у меня прокурор край, он везде помогал, я везде проникал. И покаяние абсолютно везде Бог открывает. Ну а вы сегодня имеете общение с братьями? Ну как сказать, братья, может быть, где-то мы встречаемся. Вот мы сейчас, я был в Кельзе. Вот я приехал, и везде, вчера только доложили, как мы ездили. Я жил на квартире там у Баптистов, Карпов, Саша. Но оказалось, он умер. Вот мы зашли, где? Милиционер сказал, тут что-то есть. Вот евангельские христиане, Баптисты, возрождение. Ну попали как раз туда, куда надо-то. Ну зашли внизу, там регентуя, видимо, детское отделение, но брат один повел нас наверх. И там сидит мужчина, правда бритый, но лицо чистое. И вокруг женщина, 55 лет, может быть, одной-двум было, остальные 60-70 лет. У всех бумага, он в Библии читает, я говорю, во, чего нам не хватает, а вы колокольни какие-то, лепите кирпичи, я это им, священникам везде говорю, вот я сейчас у Баптистов, говорю, был, встретил, почему вам это не... отдайте в этот дом Баптистам, то они его наполняют быстро вам. А вы ходите, собираете, пьянь под заборную. А вы нас как принимаете, что мы бритые? Как что? Что мы бритые, и как вы нас воспринимаете? Отрицательно? Отрицательно. Почему? Потому что Бог дал образ такой. Да. Допустим, Баптистский... Ну, борода, она не спасает. Она не спасает. Она не спасает. И руки, ноги нас не спасают. Нет, нет. И не носли. Спасает вера в то, что он за меня кровь пролил на Голгофе. А сегодня священник говорит, кровь только в чаши, которая подается. Нам нужно, как Патриарх сказал, переформатировать сознание народа. Вам что-то заплатить за них нужно? Нет, спасибо. Мы пожертвования верующих. Самые важные истины. Это нужно задать всем детям. Это то, что я распространял. Это не было у меня. Вот сейчас мы... Иисус, наша судьба. Вильгерий Бурш. Знаешь вам такое? Нет. Это я не знаю. Так, я недавно у баптистского пресвитера наменял много литературы детской, баптистской. Там 10 заповедей, все такое-то. И целые ящики везем, нельзя раздавем. Они хорошие. А вы наменяли на что? На книги свои. На книге. Ну, книги-то издал я, но они не издавались. Так, толкование полное. А вы сами служители или священники? Я никто. Я чтец. Чтец это ефрейтор. То есть, мне разрешено в храме проповедовать. Вы просто проповедник. Я проповедник 50 лет. Я проповедник миссионер. Не ефрейтор, никто. Вы проповедник Слово Божие. Да, но я сравнение сделал с военным. Ну, я понял, понял. Так, где у нас эти детские, может быть? Наоборот, посмотри. Я посмотрел, они вот здесь лежат у нас. А диски эти посмотрели, знакомые авторы. Так, ну-ка, посмотри-ка. Бойко, у меня было все абсолютно. И книгу прислали они. Где они, конечно, Пушков? Незнакомые. Это совершенно новые для меня люди. Пушков незнакомые. Это, можно сказать, мировой такой проповедник. Ну, незнакомый. Вот с этим знаком, значит, я знаком. Амутин, да? Да. А это я не знаю. Вы Юру Михалькова знали? Ну, так, я его в глаза не знаю. Он инженер, он три раза сидел. Мы лично знакомы очень хорошо. Я его знаю, так, по расслышке можно так сказать. Это очень хороший. А отец его, отец его сидел, он еще ранен. А, я не заметил, а я как раз это. Вот это своим ребятам. Спасибо, Христос. Что значит верить? Спасибо, Христос. А если я вам подарю толкование Нового Завета? Ну, мы будем только благодарны. Так, кроме того, мы издали его, мы раскрасили лучший иллюстратор Библии, Геставдаре. Полностью, несколько лет мы его в электронной версии красили. И тоже помещено. Это как подарочное. Но я сделал 297 комментариев еще на толкование Блаженного Филакта, это XI век. А это, извините, я вас перебью, это значит толкование Нового Завета вы издали, да? Нет, я издал. Это мое издание. А автор Блаженный Филакт, он взял из всех святых отцов первых веков, которые как толковалось тогда. И последним добавлено откровение. Оно издавалось вместе с посланием к евреям. А чтобы вместе в одном, это ни Западная, ни Восточная церковь никогда за 2000 лет не издавалось. Это первое издание такое. Первое. И теперь если перепечатать, только от нас. Знаешь, вот, который дальше я давал, небольшой такой ящичек, у меня уже он раскрытый здесь. Это ваш дом, да? А как проходит у вас служение, допустим? Это обыкновенное православное служение. Служение имейте в виду в церкви или дома когда? Ну, дома, там мы собираемся, занимаем, открываем Слово Божие, занимаемся. У нас приходят разные люди, адвентисты, баптисты, пятьдесятники. Я очень хорошо знаю, и святитель Иеговы с ними сидел вместе. Вот они книги. Вот так. Вот смотрите, какие у нас отрядные. Десять заповедей, не бросайте. Вы их видели? Можно распечатать. Если можно, вскрыть, да? Да, вскрыть. Давайте. Переходите. Так, и вот эту вот. Это мы раздаем, где все возбывает. Дети приходят, ребятишки. А это толкование, нет? Нет, нет, толкование. Мне толкование интересует. Толкование. Это знаешь, что? Это открыть там, ключ, где? Там, где? Так, и отдельный, такой высокенький ящик я давал. Говорил, там отдельный Новый Завет. А это ваш дом, да? Это нет, не мой, это брат. Он в лагере, старший воспитатель. Трест, да? Сделан специально. А это делал, то есть жил один глухонемой, он небольшой мастер. Тоже обратился, покаялся. Глухонемой, можно сказать, бомж. А обратился, в нем такие таланты открылись. И женился у нас тоже она была студенткой на четвертом курсе. Ты сейчас четверть ребятишек. Десять заповедей. А у вас тоже детей много, да? У нас же нельзя делать то, что люди делают в мире. Это вы считаете обороны? По сколько у вас детей? Вот он живет рядом, у него семеро рядом. Вот посмотрите, какие. Если у вас дети много, да? Ну, знаете, мы, может быть, комплект не будем, а вот так, возьмем несколько. Ну, сколько, назовете? Ну, вот если четыре, можно взять? Можем, все. Вот здесь, конечно, штуки две-три. Сейчас посмотрим. Да. Новый залеж, я прольел с одной книгу, их трехтомник-то. Ну, в магазин, можно узнать. И вот сразу оценили полторы тысячи книг. Одну. А поэтому... Вы нам это дарите или как? Дарим. Да? Только дарим. Я еще подал, возьму вот штуки две, да? Да. У меня детишек, у нас у меня детишек много. Это, ну, хорошее. И у брата у меня... Потом, если там есть маленько, как бы, не по православному, ну, я говорю, ну, вы замашь, да, естественно. Видите, за эти распространения книг, они долго от нас... Ну, жилья, но я всем говорю, это не православное издание, оно не хорошее. Мы приехали не на район, а до нас были баптисты, совет церквей. Ну, и там, после, когда они прошли, все сметают, и представители совета... А мы пришли, мы православные. А его батюшка там настроил так. И я говорю, ну, кто-то сохранил, бабушка одна не отдала, сохранила. А когда она принесла, стали считать, я говорю, да тут все хорошее. Что ж мы сделали-то отдали? Они хорошие, но они такие, как складываются, в виде гармоша. Извините меня за момент. Посмотрите. Сейчас мы посмотрим. Толкование Нового Завета у нас это удивительно. Просто с первого века и все это так собрано. Но я сделал 297 комментариев о необходимости проповеди Слова Божия, о необходимости изучения Слова Божия. То есть эти места там есть, я их выделил крупно, и на это еще дал других святых мужей. А не так, что я уверовал, и все. Нет. Вера бездем мертва. И Господь сказал, находите, сидите в Иерусалиме, доколе не обречете силы свыше. Не обреченный силы свыше, он не нуждается в этом. Он считает вполне достаточно. Когда Дух Святой облекает человека силой, у него желание всех избавить от смерти. Он будет нести до краю земли. Да, как написано, да, спасенный призван спасать. Да, обязательно. Он не может по-другому. Я бы хотел по-другому, но не могу, это моя суть. Вот мы приехали, ну хоть один день-то побудьте. Я не могу, сейчас мы уже по карте смотрим где. Мы прошли самые центральные регионы. А вот эти картинки тоже вы видите? Это не наши. Это нет, совершенно не наши. Это не Геста водород. Это полное издание, ну он баптист. А где издавали-то? Баптист. Кроп. Так, Кравчук, фамилия его. Кравчук. Он где живет, не знаете? В Варнауле. В Варнауле. Он сам, привет, с женой приехал, а я им свои. Не может найти. А? Не может найти. Ну, она продолговатая такая. Не знаю. Ну, знаешь что, можно зайти в комнату посмотреть. У меня в этом... Тогда постойте пока немножко, побеседуйте. Я сейчас зайду, сам найду. У нас года, может, лет пять, новая жизнь такая организация. Приезжали здесь были, ночевали. Вот. Первый, второй, третий том. Это по книгам идет, да? Да, да. Полностью, начиная с Матфея. Видите, как я выделяю эти слова, вот как раскрашено. Геста водород. Это 240 картин. Это лучший иллюстратор. Тут написано, с какое место писание. Эти картинки вы брали с другого, с других... Гестава Даре. Это ему 180 лет уже, француз. Это лучший иллюстратор. И здесь, вот видите, какие битвы были. Эти картинки мне знакомы. Ветхий, новый завет. Это Гестава Даре, но он не раскрашен, черно-белый. Да, да, да. Мы его впервые раскрасили. Несколько человек, почти два года этим занимались. Вот это не знакомо. Вот. Это его. Вот он. Видите, как. Здесь не добавлено ни одного штриха, только раскрашено. Тут указано, каждая, какая глава, стих, библия, откуда взяты. Вот. Это вот второй. Второе. Какие тут, видите, иллюстрации, пророки, книга Ио. Вот он сидит, Ио, страдающий. Видите, сколько труда положено, чтобы раскрасить это. Каждый штрих нужно было вывести. Пророки где-то. Вот начинается глава восьмая. Такая-то. Выделяется именно о слове Божьем и необходимости проповеди. Вот где мои комментарии? Так, минуточку. Вот. Ил. Это другим шрифтом, очеркнуто. И я комментирую то, что вот эти слова, которые, говорит, надо проповедовать. Это православное учение. Они его не знают, скрывают. То есть вот это ваши мысли лично? Вот это мои мысли. Вот они заканчиваются. Вот дальше очеркнуто. Это мои комментарии. Таких комментариев на три тома 297. О том, что необходимо проповедовать. То есть это сказано, это слово я усиливаю другими местами из других святых отцов. Ну, а другие святые отцы, это 300 томов. То есть мне Бог дал это знание, я его применил все. Вот оно, видите. А из каких источников вы считаете, что Бог дал вам это знание? Из каких источников я знаю? Да. Как это? Из святых отцов вы кого берете во внимание? Ну, по порядку начнем. В первую очередь Варнава, друг Павла. Климент Римский, которым Павел говорит, Клименту Римскому передает привет. Это его шесть посланий. Игнатий Богоносец, это епископ Антиохии первый. Уже не первый был, второй, наверное. Его казнили. Это тот младенец, которого Христос обнял и сказали, его зверям отдали, бросили его, звери растерзали. А где написано? А? Где написано в Библии? В Библии не написано. Там о Павлине написано, как кончился, и как Петр, прострешь руки, а как он умер-то? Камагридиш, это вы считали? Ну, вот там написано, как есть. Это называется «Житие святых». Сейчас иногда иные люди, которые незнакомые, говорят, ну а как мы можем поверить? Очень просто поверить. Наши люди, вот меня судили когда, наши люди сидели и записывали. А секретарь, которая сидела, она тоже записывала. И когда тогда были нотарии, нотарии сидели, все это записывали, когда суд шел. И христиане, у епископа Климента Римского шесть было диаконов, которые среди толпы, где казнили, они все запоминали. И когда государственная власть стала христианская, сравнили эти записи с теми, которые вели государственные секретари, один к одному. Вот откуда мы и знаем. Ну, это когда он убил ее. Это Елизавель? Да зачем же. Этот, когда шел, он пришел за ней домой, а они его убили, это насиловали до утра. А он ее на 12 частей разрезал, послал, и тогда война началась. А тут написано, книга, судья. Ну, ну, ну. Это Елизавель, это третья книга царства. Вот она где. А это когда тогда, которые там остались, ифремляне, они невест воровали. А как вы вот это совмещаете с Новым Заветом? Ну, никак это. Это Ветхий Завет идет. А, это Ветхий Завет. Это вместе идет, вместе. Картины, Ветхий и Новый Завет. А это Новый Завет. Но Новый Завет ссылается много на Ветхий Завет. Вот творение идет. И мы везде видим, Бог сотворил мир. Я их не мог отдельно делить. Мне нужно было иллюстрации эти дать народу, чтобы видели. Это Ветхозавет, сотворение человека. Вот дальше второе. Так, ну, может, это потоп. Так, держите. Вот это второе. Точно так же 80 картин. 80 иллюстраций. Пророки. Вот лев, который изломал этого. Другой дорогой уходи, он его обманул, пророк. Вот, пожалуйста. Это Соломон. Видите, какие теперь, как это красочно смотреть-то. Устроит, когда-нибудь. Это перезиняется. Увы, мой брат, увы. Да, увы, увы. Подвел его, кажется, под монастырь. А теперь, увы, мне, брат. Спрашивает, как? Это пророк Илья, его ангел питает. Это лучший иллюстратор Библии. А как ангел? Его ворон питал. Ворон питал, а в другом месте ангел. Принес ему сосуд. Ворон питал, а в другом месте написано ангел. Это уже когда он прошел далеко и был. Дал ему лепешку и сосуд. Там же написано какое место. А ворон это... Тебе предстоит далекая дорога. Вот так он говорит. Да, да. Там ангел явился, а ворон не мог ему сказать. Вот смотрите. Вот Слово Божие должно распространяться. Это в толковании. Теперь я это Слово Божие должно распространяться, теперь я комментирую. Почему должно распространяться? То есть я ничего не толкую. Я беру толкование Божие на Фефилакте, архиписко-болгарские, 11 век. Его теперь усиливаю другими святыми мужами веры, которые говорили об этом. Ну и сегодняшним положением, что получается, когда они проповедуют. Это поле полное мертвых костей. Вот оно. Ну хорошо. Вот это вот третье. Третье это с откровением. Толкование, откровение. Я на Богослову. Тут все уже новозаветнее. Вот оно идет. Вот это Петра Ангела освобождает из темницы. Это вот Павел проповедует, тут написано где. Вот он шел, когда обратился, Савву. Стефана подбивают. Ну и исцеление. Тут понятно, что это уже все новозаветнее. И таких 230 картин, и 10 я взял из пластики. Показать о чем, комментирую, и как доходит. Так, минутку. Вот. Здесь вот 10 из пластики. Видите? Пасха, пьяная. Как бы неодобряюще то, что делается. Но это картина известная, очень первого. Другое. Иван грозно убивает своего сына. Это когда люди не знают Бога. Вот оно, вся суть веры была. А его сегодня канонизируют, что, святой и прочее. Сына убил. А это вот постриг в монашество. Видите? Мои взгляды не сходятся с тем, что есть. Монашество должно пробудить Русь. Я говорю, монашество принесло в том виде, какое есть, зло больше, чем коммунисты, фашисты, масоны вместе взятые. На их основе мусульманство возникло. Они самые сильные... Они вас обращают людей от истинной веры. Да, понимаете, что... Они самые сильные высасывали из народа и за стенами погибало, уходя в песок, не давая потомства. Вот в чем дело. Шесть столетий, как пишет Андрей Куральев, и ни одного Кирилла Мефодия не послали к ним. И встретились только на полях сражения. Налоги брали. Ни одного не было проповедника за шесть столетий у таурегов. А если бы были мусульмане, пророк... Это, это, это... Уже пророк Мухаммад был бы, может, самый лучший пророк среди христиан. Он был мужественный, смелый, любознательный. Но ему никто о христе еще не сказал. А теперь два миллиарда трясут этот мир. Надо просто до конца довести этот разговор. Кто виноват? И самая конструктивная программа начинает с себя. Виновен я. А вы как смотрите на наше благовестие, допустим? Я вас не знаю совсем даже. Но мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Я приветствую это только. А если проповедовать, то люди Иисуса Христа, мы можем только сказать да и аминь. Когда меня спрашивают, ну а как вот таким, таким перечислять? Самые правильные баптисты. И всех, которых я знаю вне православия. Почему? Они только что отошли. У них учение Святой Троицы. Они признают душу, вечное мучение. То есть, ну все, что они взяли, до них было. А от них уже пошли дальше там те заблуждения. Вы это всегда говорите или только при нас-то? Нет, это я всегда говорю. Те заблуждения, которые баптисты ввели у себя там, заблуждения. От них вышедшие 50-ники взяли, а от них дальше пошли те уже все вместе. И добавляли, и добавляли. Откуда адвентистов? Вчерашний баптистский проповедник. Баптистский миллер, Ульям. Откуда он это взял? Да ниоткуда. Вначале высчитывать где-то. У баптистов все было одно. Мне вопрос задают. Вот если бы вас избрали патриархом, что бы вы сделали? Ну, в первую очередь, по порядку. Я бы прекратил все строительства храмов. До одного. Но я патриарх, с вами не надо спорить. Второе. В один день я открыл бы тысячу училищ. Это все в интернете выставлено. И нашел бы самых лучших баптистских проповедников. Договорился с ними. И поставил бы их преподавать в этих училищах. Но с них со всех взял бы подписку, что ничего из догматики православия они трогать не будут. Будут говорить о Христе, о любви, о Библии, о благовестии. А, вы за баптистов? Ну, ваш тоже бы кого-то поставил, кто знает, кто рожден свыше. А они, баптисты, знают самое правильное, что Христос умер за них. Это каждая бабушка знает. Это у меня не то, что вам я говорю. А это в книгах у меня написано, в интернете выставлено. И мне, конечно, они долгят. Как ты, баптистов? Я вам говорю. У баптистов чего не хватает? Вот самое главное, чего не хватает. У них нет хератонии от апостольских времен. Нет рукоположения. А нет рукоположения, значит, истинного пасторства нет, а значит, нет истинных таинств. Здесь мертвых. Сколько если нет рукоположения? Вам понятно слово хератония. Христос поставил апостолов. Мы в этом не сомневаемся. Он их поставил. Апостолы рукоположили епископов. А вот эти епископы, ну, те-то умирают уже, а они рукоположили других. Это называется неперерывность хератонии. Если где-то перерывно, то самозванец, он никто, он вышел и говорит, а я епископ. Как же он с виду? Залез в воду, сам себя покрестил, и я приспитер. Ну, мы не можем с этим согласиться. Тогда надо признать адвентистов. Но у баптистов есть рукоположение? Нет, оно есть, ничего. И когда я занимался этим вопросом, мы подняли этот вопрос во всех боевых отделенными. И тронулось сильно, они поехали в Германию, все расследовали, ничего нигде нет. В этом действительно не было. А лютер, лютер монах был, он даже не священник. Написано без всякого прикословия, меньше благословляется большим, евреям всем сильным. И не может приспитер поставить епископа. А наоборот, кто кого рождает-то. У них не было. Никогда. Ни один епископ не переходил. В этом вся загвоздка. И когда баптисты узнают, вот это, что я говорю, там столько одобрений. Но когда узнают последнее, ну как же так, да мы же вот так. Ребята, с Богом-то ведь не спорят. 14-23 Деяния апостолов. Павел говорит, для того тебя оставил, чтобы ты руку положил при святеров. Считайте к титу 1-5. Об этом же самом он говорит. Ну, и ты дальше. Не не ради, а прибывающим тебе дарование, которое еще изложение рук моих. Значит, оно дарование дается. Ну, Павел возлагал руки. Он рукоположил Тимофея. Тип Тимофея, тита, это его, к счаду. Дальше Тимофей другого рукоположил. Он другого. И так епископы идут. Ну, так идет до сегодняшнего? До сегодняшнего идет только в пяти местах. Почему? Ну, это история говорит. Где это находится? Это у католиков сохранилось от Петра, у православных, от апостола Андрея. Грия Грияна, армяне сохранили. Там указано, как там, Симон Зилот. Дальше. Копты и сирийцы. Все. Больше нигде нету. Это те, которые исторически сохранили неповрежденному рукоположению. А какое у вас мнение, допустим, как у нас епископ становится? Ну, как он, как обыкновенно старается. Но сначала, теперь они избирают лучшего, которые, там, все, чтобы знали его. И дальше собираются вместе. Я видел как? Видел глазами своими. Когда рукополагали, и в это время... У баптиста? У баптиста. У зарегистрированных. И дальше. И я видел как. И в это время были там датчане, кажется, шведы приехали, финлянцы. Они тоже участвовали. И они рукополагают руки, а там стоит их один. Он не подошел. А я спрашиваю потом, он какую должен занимать? Да я никто, говорю. Я говорю, Даня, знаешь, что ты... Ну, только проповедник не рукоположен. Он говорит, да, знает. И они ему машут рукой. Иди сюда, ты тоже руки возложи. То есть, в одном этом акте показано, что они не знают. Это таинство. Но у нас никак. Хоть как. У нас просто так со стороны никого не позовут, чтобы возложать. Не позовут. Но те, которые у вас при святерам, у них у всех прерван связь. Первый, назовите епископа вашего. Откуда взялся? Иисус Христос. О, по порядку. Давайте. Иисус Христос. Апостол. Первый век. Дальше. Вы не можете показать. А у православных, у католиков, оно прямо показано, как идет. Кто кем рукоположен. У меня брат, и он рукоположил его... А это имеет какое-то значение? Полное. Это церковь или не церковь? Нет. Это имеет значение, как спасение? Полное. Самое... Ну, Бог создал церковь. Он говорит, глава, а тело церковь. И говорит, ну, я церковь отрицаю. Я это все согласен с вами. Но не согласен с тем, что я должен теперь знать чуть ли не вот эту родословную, кто кого рукоположен. Ну, надо же признать, что это необходимо сначала. А можете не знать? Необходимо, ладно. Но надо туда. Это я признаю. А дальше? А что, вот эту родословную знать, но я не считаю, это нужно. Ну, не считаете, это не значит, что это не так. Я тоже много не считаю. Но Бог не на наши мысли смотрит, а по слову судить будет. Это 14-20. Я не думаю, что Бог с меня спросит, раз ты не знаешь родословную... Нет, нет, даже не спросит. 12.48, Иоанна Генетиана. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Если это слово будет судить в последний день, теперь моя задача жить по этому слову. Не отклоняясь ни налево, ни направо. Я вот разговариваю с ботистами, передаю разговоры. Пресвитеров полонзал. Я где приезжал, там старшие пресвитера прилетали на встречи адвентисты в Караганде, конкретно даже Балкославский, он профессор у адвентистов. Встречи большие. Вот я приехал в Москву, было тайно, три православных епископа в грещи ночью встретиться, побеседовать. Это Бог делает. А их вообще не вытащишь. И вот я спрашиваю ботистов, когда вы возникли, ботизм, открываем журнал, братский вестник. Ну вы согласны, если вот тут написано, первый там-то, куда не согласны, тогда вы не ботисты? Да, согласны. Кто его рукоположил? Никто его не рукоположил. Ну все, на этом разговор закончен. Вы не церковь. До тех пор, пока не будет рукоположения. Где? Вот меня спрашивают, ну вы патриарх. Вы что бы сделали? Ну в первую очередь у меня хорошее отношение с баптистами. Теперь я бы договорился, который называется епископами, своих епископов, на это дело наставил, чтобы они сегодня, ничего не меняя у баптистов, только возложили на них руки. А кто должен возложить, вы считаете? Вам не нравится православный, идите к Григорианам армянам, идите к католикам, коктам, вот сиритам. Чтобы они на нас возложили руки? Те, которые имеют связь с апостолами. Они. А остальное, а у них икон не будет, без икон спасутся. А если мы не с апостолами, а с Богом имеем связь? Так это все еретики так говорят. Все до одного. Все до одного. Вы не за еретикой считаете? Нет, все до одного. Понимаете, сегодня насчитывается 11 тысяч разных наименований. Так, деноминации, даже слово деноминации люди не знают, что такое. Я говорю, ты от Бога? Да, от Бога. А когда возникнет, не знаю, тебе 13 лет назад такого-то числа в таком городе. Они так и присели. Это новые, которые... Церковь Христа, Церковь Благословения, Церковь... Ну то есть, все церковь. Там ничего нет церковного. Никакой связи нет. Вот есть... Что вас, как бы сказать, делят от баптистов, это только... Рукоположение, больше ничего не делят. Да? Ничего, абсолютно. А так все мысли, вы все... Да мне еще говорите, это моя родина, я обратился там. Я там рожден. Моя жизнь там идет. И вот баптисты, когда... А ваш брат тоже там обратился? Ну, он от меня услышал-то. Да? Да. А его кто рукоположил на освящение? Епископ Максим. Это Барнауль? Архиепископ Максим. Нет, не Барнаульский. Это Белорусский. А у того он показывает, и вот такие, это архиепископы, рукополаголетов. И у всех идет прямая связь с апостолами. Это как вам не нравится православные пожития, католикам, церкви. А мы не любим... Мы говорим армянам, еще есть копты, сирийцы, все. Вот вам дается пять мест, где вы можете положить рукоположение. Отнеситесь серьезно к своему спасению. Без этого нет церкви. А спасение есть без этого? Без церкви нет спасения. Христос сказал это. А без рукоположения, извините. 2.47. День апостолов. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А если они вне церкви, зачем их прилагать? Не надо прилагать. Они спасены. Сегодня все спасены. И теперь, которые от баптиста подходят, вот недавно были в Барнауле там эти зарегистрированы, опять разделились. Молодежь ушла. Я говорю, это церковь, которые остались? Я говорю, нет, не церковь. А которые ушли? Говорят, мы церковь. А теперь, которые ушли, теперь еще раз разделились. Я в курсе дела, потому что, которые обратились, а их дети там находятся. Я знаю прям в первый же день, что они делаются. Я пытаюсь им это рассказать, они не слышат. Молодежи надо, чтобы девки ходили у них в одних трусах, одеты, как попало. А старые-то еще держатся. А новые вообще ничего не хотят беседовать. Со старыми баптистами. У меня большие связи. Вот я приехал к Грузии. Ну, привез меня там, в моем доме, обратился еврей. Еврей, Наум Израилович. Он теперь священник. И вот мы приехали в Грузию. Он сразу присвятил Гога. Слово дать. А только началось собрание. Они мне отдали вести все собрание сразу. Я полтора-почти часа два раза выходил на проповедь. В это время дагестанские у них собрания. Тот подошел тоже, вы у нас проведете собрание. А он нам говорит, это православный. Не важно. Грузинская, осетинская там. И какой-то у них там еще, какой-то там тоже ведет народ. Я провел три собрания, а потом молодежи. Четыре собрания в городе Тбилиси провел в один день. И они все знают, что я православный. Мне Бог открыл двери буквально ко всем. У адвентистов, везде. Но я должен сказать, вот это у вас, братья, хорошее. А вот самый главный вопрос рукоположения. Его даже доказывать не надо. А уже из этого другое. Восхищение церкви будет. У баптистов дело шва, кстати. Почему? Ложь. Почему? Потому что восхищение будет только в судный день. Никаких тысячелетий этих не будет. Тысячелетие царства будет обязательно. Оно идет. Нет, оно будет обязательно. Не будет. Оно идет. Идет с Голгофы. Вам доказать это я могу в течение одного часа. Вот в Новосибирске. Собрались. Зарегистрированные. Так вы считаете, уже идем? Я сейчас закончу мысль. Позвольте. Собрались. Ну там присвятил. Все. Ну договорились так. Правило. Говорить поровну. И никто не вмешивается. Все крикуны выводятся. А если кому надо сказать, своему помочь, на бумажке напиши. И скажи, брат, ты вот это место назови. Ну баптисты начали. А ну не больше восьми мест. Но баптисты любят Библию. Я скажу, что православных этого нет. Но мне Бог дал знание Библии. Я ее цитировал свободно на нескольких языках. А которые сегодня я знаю, так считают, что наизусть. Потому что я ее в эфире дважды насчитанной мной Библией. Она в интернете стоит. На миллионы людей. Вот они привели восемь мест. Все. Больше у вас ничего нету? Нету. Теперь, говорю я, по порядку. И я привожу на память, как сегодня сказали, не один стих, а бывает нужно пакет привезти. Я полностью цитирую букву в букву. Семьдесят два места. Ни одного человека не осталось, который сказал бы это неправильно. Да как же наши братья проповедуют? Вот это уж и спрашивайте. Все записывали. Крикунов не было. Вы убедились? Ну а вдруг, а во фронте не убедились. Не убедились? Шнарчук. Он сам умер, а уехали братья в Америку. И вот он однажды застрял где-то с машиной. Помощи нет. Я, говорит, ходил, раздумал, вдруг на память пришла наша беседа. Баррикадная 34. Я же тогда не соглашался. Я думал, и мне как озарение. Да восхищение это ведь будет судный день. В последний день. Я, говорит, сидел, размышлял три дня около машины. И теперь мне звонит из Америки. Я полностью согласен с вами. А прошло 18 лет. 18 лет. Фараоной в гробнице лежало зерно, и оно воскресло. Он вообще остался. Еще не изменилось. Но он теперь понимает. Я всем братьям говорю, у нас сплошное заблуждение. Написано, оставьте расти до жатвы плевел. Что у пшеницу раньше времени на тысячу лет? Оставьте расти до жатвы. А вы рвете на сколько? На тысячу лет. А в каждом годе 365 дней. Вы ошиблись 365 тысяч дней. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. В последний день. А вы за тысячу лет. Это адвентийское учение к вам проникло. Бокмендер написал его. Вы просто не знаете. Это самое слабое место баптистов. Даже доказывать нечего. Притом заблуждение. А мы с вами ни в коем случае не хотим дискуссировать. Да нет, я просто сказал. Я сказал, что... Мы приехали с вами просто познакомиться. Мы познакомимся. Я вам высказал все. Нас считают или протестанты... А вы поете на ваше служение? Бога восхваляйте? У нас больше половины на рабочих служения песнопения. Но дома мы поем все баптистские песни. А какие вы песнопения? Ну, примерно, я скажу сколько, 80 песнопений. Гори огонь, гори. Вы знаете это дело, которое есть там. Разовем на Голгофу, мой брат. Там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он. Больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним. Это у нас все записано. У нас баптистов обращенных много. И они знают все песнопения. Харисты баптистки. И теперь мы всех своих научили. Кончается собрание. Это богослужение. Мы в трапезную. Собрание идет после этого. Исследование Слова Божия. Два раза в университет. Я по два часа веду занятия. И поют песнопения. Все поют у нас правильно. Потому что это харисты баптистки. И у нас в книге я напечатал 60 стихотворений, доступных для всех. В моих книгах 60 баптистских песнопений. В 16 томе. Баптистские песнопения здравые, чистые. Начинают говорить. А вот они такие. Они на слове Божьем. Я любого православного сумею убедить. Баптистские песнопения чистые, святые, возвышающие душу. И их необходимо петь. Хотя у нас кто из баптистов приходит, то священники им дальше запрещают петь. Я вас стою против. Это неправильно. А при чем тут баптисты? Ну они поют такую молитву. В минуту жизни трудную. Теситься в сердце грустно. Лермонтов. Они поют. Нацена берут. Нацена поют. Друг мой брат, мой усталый, страдающий брат. Тот, кто видел, не падает душой. Это Нацена, Семена Яковлевича. И они берут отовсюду. И мы должны брать отовсюду. Вы с баптистами солидарны полностью. Полностью по всему садению. Рукоположение вас вообще не устраивает, да? О чем? Рукоположение. Не может и вас устраивать, если вы разберетесь. Почему? Потому что я люблю баптистов. Я зачем бы вам говорил. Мы полностью с вами сходимся. И о бороде я вам даже доказывать не буду. Открою местоописание. Вы идете в небесный Иерусалим. Вы говорите, да, идем. Ну, поете Иерусалим. О, Саламита там и прочее. Все, Иерусалим это, поете. Так в земной Иерусалим полбороды, когда отрезали слугам Давыда, на счет смерти, на Аса. И он не запустил, пока бороды не отрастут. А вы идете в небесный. А он небесный остался небесным. Или такое. Дина, дочь Якова, вышла посмотреть на жителей Тапсихев, изнасилованных. Она была обесчищена. А когда борода отрезали, написано, очень обесчищена. То есть это хуже изнасилование. И вы сами себя теребите. Зачем? Она вот на щетина-то и лезет. До борода-то видно, что какая кладезь-то была бы. Это как Бог дал. Ну ладно, мы с бородой не будем. Да вам и никто не запрещает. Однажды я был в Павлодаре, а там очень хороший пресвитер, прямо хороший, сельдетский Карл Станиславович. Не слышали? Он по откровению сюда был. Он с Украины, с Черновцов. И вот мы сидели, а у меня журналы баптистские. Баптисты 1906 года. Молодежь сидят, старые, все с бородами. Вот у нас юноши, все с бородами. Я говорю, скажите, вот если бы сейчас вас туда переместить, ну, называется экстраполяция во времени, вы как, брились бы или нет? Или как видел Кастр, говорит? Нет, конечно. Я говорю, тогда вы поступаете по стихии мира, а не по Христу. А не было старцы, возмутились? А Карл Станиславович говорит, нет, брат, говорит, прав. Если бы вы согласились, что тогда, живя, вы бы бороды не брили, а перекинуть в 86-й вы бреете, так это стихия мира. Вот у вас женщины там носят украшения, допустим, я говорю, вам это нравится? Нет, а у отделенных этого нет. А отделенные, так называемые, советской церкви, эти еще держат. Вот, а все об отделенных, в моих книгах указано, сколько было репрессировано, сколько умерло, обойка там, все есть. И как они миссионерствуют, едут там на север, которые сняты на дисках, у меня все есть. И мы не только делаем, а я распространяю, две тысячи дисков распространял. И поэтому православные искусы на нас смотрят. Потому как православные, даже как православные, а я говорю, православие... Но вы как, я вас не до конца понимаю. Вы и православность ее называете, но вы не православные. Мы православные, строго православные. Мы православные. Я тут исповедовался, причащаюсь. Получается так, вы правее православных, так вы хотите сказать? Да нет. Мы как раз то, что... Среди православных отделенных, да? Да. Вот это можно сказать так. Мы говорим, что в православии люди должны сами, вечно уверовать, встретиться со Христом. И начать новую жизнь во Христе. Это я очень даже... Я даже, знаете, такое мнение, что не может такое быть, что православные, они все пойдут только, как бы сказать. Там есть тоже люди очень искренние, люди спасенные есть. И также других во всех церквах. Так? Других церквей нет. Это она церковь одна. Это неправильно выражение. Ну и может быть... Церковь одна. Одна невеста Христова. И она по определенным правилам... Понимаете? Бог устроил так. Вот считаем 12-28 1-й Коринфянам. Или 4-6 посланник Ефесянам. Он прямо пишет. Одних поставил апостолами, вторых пророками, третьих учителями. Я спрашиваю Батхистов. Кто апостол? Ну, начинает перечислять. Во-вторых пророками кого? А там Агас. А третьих учителями они опять апостолов перечисляют. Ну, написано в третьих. Они дальше не могут сдвинуться. Здесь отупение мертвое. Да учителя это, которые Бог поставил, чтобы разъясняли как златоуст. Василий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский. Вы не знаете ни одного. Почему? Потому что вы сироты. Вы отрываетесь с 17 века и начинаете свою историю. Она... Церковь образована в Новгорьнице. Сионской. А для язычников в доме Корния 10-я глава Деяния. Вы зачем относитесь к 17 веку? В 17 веке ничего не произошло, кроме того, что люди отошли от церкви. Вот мы с ветеранами беседуем. А ветеране сейчас им уже ложников ставят и дошли до этого. А их, который пастор говорит, да, мы никогда не думали, что до этого дойдем. Ну, по сути, ужасно. Это ужасно просто. Это увенчает своих мужикам и мужикей. Ну, вы же знаете это. Ну, да, да. Как мы можем соглашаться с ними? Он тоже братом называется. Какой же это брат? Это Содом и Гаморра. Бог будет его выжигать. Так? Прошу принять. Или погрузи. У меня и внук учили, а то лучше в городе завезти должны. Уехали наши в Грецию и оттуда приехал, поступил в Минцинский университет. У меня живет на квартире. Хороший юнош, это бабушка его. Вот так. Хорошо. Ну, хорошо. Мы, наверное, туда тронемся. По нашим друзьям уже там интересуются, где мы есть. Заботятся о нас. А вы скажите им, теперь, который дал вам вот это, как визитки, вы зайдите в интернет. Вы там найдете то, что ни в одном, ни в мировой сети, нету, что у нас, 50 книг моим голосом начитаны. Это полное толкование 12 томов Иоанна Златовуста. 12 томов Жития Святых с первого века как живет. Это 1173 биография. А ваше имя тут есть? Игнать? Нет, здесь кажется нету. А, ну где там? Там сзади, которые цветные принесенные, визитки отдаем. Которые пригласительные на деревнях. Там, сейчас принесем, которые мы раздаем, приглашаем, когда по деревням идем. Сейчас мы были. Какое-то их название, какое-то, даже редкость, церковь благословения или как-то. Я по эфиру сказал, нужно, ну выше Евангелие от Иоанна. У Едионова братья мы закупили Евангелие, нам достаточно уже там, почти 5000 новых заведей. Маленькие. Маленькие. А Евангелие от Иоанна кончились. И вдруг один открикнулся из Иркутска, что у меня есть 4000. Я бы мог дать. Но тогда мы и не думали. А когда мы уже поехали туда на благовестие-то, и мы на него вышли. У него просто вообще... Он пресвитер, у него 9 ребятишек. Он такой искренний, он подошел мне и говорит, я уж ни с кем не разговариваю. Я вас понял, что вы такие люди. Вам скажу. Я вот обратился уже, ну 8 лет назад, а у меня духовного роста нет никакого. Я говорю, сейчас даже жена не знает, я пост объявил, что делать. И вот мы поднимались, я говорю, 5 ступеней к нему поднялись, потом прошли, и там ступени, может быть, 10-15 вниз. И когда спустились в подвал, где у него книги, там много книг, он остановился, потом махнул рукой, берите, сколько увезете. Вот эти 5-15 ступеней, в нем как бы переворот сделали какой. И когда домой пришли, стали молиться, мы один раз помолились. Я говорю, ну молитесь вы, мы с вами. Он говорит, нет, вы молитесь. Ну давай молиться. И он стоял, уже крестился. Одна встреча, пресс-фитер. Вот я переписывался в интернете с одним, он 11, кажется, 10-15 лет. Тоже какая-то там секта, даже название не знаю, но искренне очень, Казанцев Юра. Ну и попереписывал с полтора месяца. Он отошел от них, руководство сложил, принял полное крещение. Православие сейчас готовится быть священником. А там чего нет, это истина, она ломает все преграды. Он понял, что они не церковь. А исповедание вы тоже принимаете? Какое исповедание? Ну вообще, если человек кается, а потом исповедание. Я не принимаю. Ну, а священники, я имею в виду, да? Ну, а как же? Ну, исповедание, он желает молиться сейчас, мы вместе помолимся. Вот какой-то, я не могу назвать эти новые названия, их море есть, там и голговские христиане, у нас где-то 68, кажется, в Барнауле в отделе естествия, у меня начальник, близкий человек. Я спросил, где-то 68, что ли название разное? Что, все церковь? Взаимно ненавидящие друг друга, взаимно противоречащие друг другу. Бог один, истина одна. А у нас запрещено молиться с еретиками. И вот мы у них были, они пригласили там где-то на Депасхой 28, ну и молиться. А я вижу, что они там троицу не признают. Ну, лучше мы в коридоре помолимся. А почему? Вам разницы нет, а у нас разница. Мне нельзя молиться с еретиками, меня отпущат от церкви. Мы помолились о том, чтобы у вас было благо, чтобы вы обратились. Так, а почему мы еретики? Потому что троицу не признаете. Учение о троице это основа основ. Шесть столетий ушло на то, чтобы утвердить это. А баптисты признают. А баптисты признают. Почему вы не? А у вас икона. А у баптистов нет икон. Почему вы к ним не пристали? Зачем он новое образовывает-то? Это гордость человеческая. Теперь новые, какие с запада нахлынули, с ними разговаривать нельзя. Баптисты самые хорошие, я говорю. Такие тихие, смиренные были. Эти вообще они как разум потерявшие. Он говорит, что попало? Я говорю, вот написано. А нам откровение было. Но оно противоречит Библии, откровение там. Но не может Бог говорить сегодня, а завтра забыть. Так это как переведено? Так вы что, знаете еврейский язык? Вы высшую синодальную переводу сделаете? Я хотел сказать насчет синодального перевода. Никогда не верьте, что высшие переводят. Я знаком с переводчиками. А они лгут. С смысла? Я близко знаком с Александром Менем. Священника Зарубины, который. Он еврей. Я говорю, а вы могли бы вот так вот еще, он работает в оригинале, на еврейском языке, могли бы переводить как Польсен Данил Аврамович. Или Герасим Петрович Павский. Это его псалтырь. Евангелие от Матфея. Он говорит, да нет, конечно. У него хватает ума и совести сказать, он еврей, природный еврей. Он знает, вообще самый популярный был, может, священник. И он говорит, нет, так мы и не перевести. Синодальный перевод, которым вы пользуетесь, он пренебесный. И поэтому, которые новые переводы, Костяна, я их все знаю, до одного. Они у меня есть. Ну, можно читать, но там, понимаете, вульгаризация идет текста. Вот этот синодальный, он имеет такое небесное звучание. И тем более, если ты наизусть многое знаешь, тебе это резать все будет. А если не знает человек, ему разницы нет какой. Поэтому Паптисты держатся только синодального. Я у них даже не встречал. А которые яговести написали, это никакое отношение к Библии не имеет. Это просто сами написали, подогнали. Ну что ж, поезжайте. Благодарю, что заехали. Если бы у нас было воскресенье, я бы сейчас собрал людей, вот, какой мы раздаем. Как говорите, если бы? Если бы воскресенье приехали, к нам сюда, мы бы сразу вам слово предоставили. Да? Обязательно. У нас, мы не выпустим, пока вы не скажете слово наставление. А сколько у вас здесь группа собирается? Да здесь кого? Вот там 15 домов, а в городе-то там побольше. Ну, вот здесь вы проводите служение? Обязательно. У нас каждое воскресенье занятие. А богослужение странное у нас там. Да, там. Вон, в конце там увидите. Да, на въезде. Там все идет строго по уставу, иначе его сразу смекнуть. Хотя с уставом, который идет, я не согласен. Там иногда можно было что-то упустить, люди не понимают. 40 раз, Господи, помилуй, это неверие. Богу достаточно, что сказать один раз, Бог тебя услышал. Бог не глухой. Но и сделать ничего здесь нет. Как сотник сказал, да? Скажи только слово и выздоровеет слуга. Да, одно слово. Одно слово. И выздоровеет слуга. Вот поэтому у нас много вопросов, но решение идет только в церкви, не за пределами церкви. И когда боптисты говорят, а у боптистов не было мощи, я говорю, у нас какие есть мощи, нужно все изъять, с честью похоронить. У нас извращение идет. Ну, такие слова говорят. Я говорю, по Богу. Написано, говорят, прах ты и в прах возвратишься. В прах, а не то, чтобы отрезать мощи, вмонтирует куда-то в кресло или куда-то. Вы думаете, это белый магизм. Вы говорите, просто шаманством занимаетесь и все. Выбросить это все надо из головы. А как вы понимаете возрождение, новая жизнь, новую жизнь, человек когда получает? Новая жизнь, название секты, это или нет. Не секта, а вот человек, новую жизнь, когда получает? Новая жизнь во Христе, когда он принимает Христа, впускает в свою жизнь и молится, и доверяет Господу, верю всему, что ты сказал. Войди в меня Духом Святым, преобразуй меня. И если ты достоин, достоин, Бог избирание совершает, Бог преображает жизнь. А когда человек удостоивается? Удостоивание его заключается не от дел его, не от дел, чтобы никто не хвалился, написано. А когда искренно, в полноте, доверяется Богу. Ну вообще, мы понимаем так, когда человек признает себя грешником. Это недостаточно, что признает. Он выходит опять на старую блевотину. Надо возненавидеть грех и жить в Духе Святом. Понятно, что возненавидеть грех. Придет Дух Святой, 14-й глава Евангелия и обличить мир о грехе, о правде свадьбе, о грехе, что не верует в меня. Самый большой грех это не блуд, не убийство. Самый большой грех не веря в Сына Божия. Вот дело Божие, чтобы уверили в того, кого Он послал. А когда люди не знают Бога, это я говорю для православных все как тайна. Это вы меня так выслушаете, потому что вы Слово Божие считаете. Вы-то для меня, в данном случае, по духу-то роднее родных. А люди, которые слушают, мне надо их к этому привести. Почему баптисты там не пьют, не курят? Потому что, говорит, вы очищены через Слово, которое я вам проповедовал. Они любят Библию. Я не говорю о всех, сегодняшние это другие баптисты, но тех, которых я знал 50 лет назад, среди которых я проповедовал в скафетрах, это были люди другие, любящие Слово Божие. Мы постоянно занимались, благовествовали везде. Я с Ишами находил общие люди. Я, который знаю, это в абсолютном большинстве, я имею в виду возраст такой, в абсолютном большинстве искренне, в подавляющем. Искренне верующие в Иисуса Христа, как в Своего личного спасителя, который именно за них умер. Который, если такой поется, на Голгофу, на распятие, Иисус идет, струи крови по дороге израны льет. Это мой пришел спаситель Божий Сын. Я к ногам Его проззенным с раскаянием иду. Грех моей крови при чистой смыть молю. Это у нас все. Интересно. Поэтому хорошее мы должны взять везде. Вот адвентисты, хорошее то, что они строго соблюдают в субботу. Мы должны так относиться к воскресенью. Но адвентисту доказать, что суббота указывала на воскресенье, я так говорю, в течение пяти минут. И у нас есть адвентист, вот она сейчас здесь идущая обратилась, и она сейчас уже закончила на университете, что суббота это образ будущего покоя во Христе. Они не понимают этого. Все, что было в Ветхом Завете, было тенью будущих благ. А вы субботы продерживаетесь? Суббота одного заветника это воскресенье. Это воскресенье. Это субботство, это вдохновение. И они не признают душу. Я прошел, почему они не признают. Души нет, потому что Христос сходил в ад, написано в преисподнем местах, готово мертвым благовествуем, во 2 Петра 4, 6 написано. А они не признают. Почему? Иногда тогда признают душу. А души, они говорят, у человека нет. А как он сходил? А он никуда не сходил. Да как? А да нет. То есть они тогда подряд все стали отметать. Я не могу с этим сказать. Мы от Бога, мы от апостолов. Такого нет сегодня человека, который любую ахинею несет и говорит, я не от апостолов. От апостолов, вот я назвал 5. И вам к ним нужно прийти и получить рукоположение. Оставаясь во всем, даже без бороды спасется человек. Главное это быть в церкви. Главное не борода, да? Нет, борода это 105 может место. Но для полноты, естественно, что человек должен исполнять. Написано, не касается бороды, края бороды не порти. Хорошо, мы не будем это самое. Бороды отращивать. А они сами отращивать не надо. И не будем вас избривать. У меня были баптисты такие здесь, вот в городе. Баптисты из отделенных. А вы Иосифа Банарчука знали? Ну, вообще, это латышская группа. Они отделились от этих. Очень строго. И здоровые ребята, крепкие такие. Четыре человека у меня были. Ну, я им все показал, они согласились. Но пришли с барнаульскими отделенными-то. Я говорю, ну, если вы это узнали, что это знамение Сына Человеческого, перекреститесь. Знаете, вы когда приедете к нам в гости, мы тогда перекрестимся. Это игра. Если ты знаешь, что это оружие на дьявола, соверши крестное знамение. Ты знаешь, почему на правое чело и на печать поставлено? Чтобы ты не смог даже совершить крестное знамение. Значит, проверяй для себя, ты, может быть, уже с печатью Антихриста. И вот мы едем туда к ним, и они за два дня до нашего приезда, а, ребят, 21 год. Погибли все. Погибли. На встречном полосу мы не сломили, на встречу с Ярлом Николаевичем Песе ехали. И погибли. И отсюда сделал еще один вывод. Не хвалитесь завтрашним днем. И Кресиас говорит, ибо не знаешь, что он родит тебе. Вот я с запопистами разговариваю. Скажите, явился на небе знамение Сына Человеческого. Что такое? Как один отвечает, Христос. Ты считай там запятая. И тогда за знамение увидите Сына Человеческого. Потому что знамение Христос и Сын Человеческий Христос сразу. Ну вы видите, знамение это совершенно другое. Тут стоит разделительный союз. А что такое? И вы ни разу не слышали. Да, братья не проповедуют. Это означает, крест на небе явится, он ярче солнца будет сиять. А почему? Три причины. Откуда вы знаете? Я на Затусе объяснил. Первая причина такая, вторая такая, третья такая. И доказательство 17 главы 1 стих Евангелия Пиана. Мне это не дано, я говорю, это сказал учитель церкви Иоанн Златоуст. Самый великий учитель в всю историю церкви. Вот представьте, считаем 6 глава пророка Исаия. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, хранистом, наполненный храм. Говори, проповедь, что ты скажешь-то? Ты не больше моего скажешь-то. А я узнал, что Златоуст говорит, 6 проповедей. И каждая проповедь больше часу. 6 проповедей разъясняет 1 стих. И у тебя внутри огонь разливается. Господи, как ты великий, что учителям церкви это открыли. Почему именно в год смерти царя Ози? Просто и понятно. Ози вошел покодить к одельницей, а это делается и Бог поразил его проказы. Прокаженный должен жить за городом, а он жил здесь, и вместо него Иофан царствовал. И Бог отнял благословение от всей страны, и Исаия ничего не видел. В год смерти царя Ози, когда он умер, сидят от проказы с Израиля, и Бог открыл видение. Как ты скажешь, так и есть. Понимаешь, как сразу глаза открываются. Деяния апостолов, название книги. Златоуст говорит, 6 проповедей на заголовок. 6 проповедей. Он говорит, правильнее было вызывать не деяния апостолов, а деяния Духа Святого. Апостолов выше святого. Это люди назвали деяния апостолов. Дух работал через апостолов? Это, понимаете, это огонь внутри меня разлитый, я хотел бы удержать. Но это нельзя было. И Бог мне предупредил, мне лично, через зеренеет. Не умолкай. И не малодуши, ты же меня не поразил. Поэтому я потерял, зачем говорил. Я скажу. А что бы вы сделали? Я сказал, что сделали. И постарался бы, к вечеру, чтобы меня спрятали где-то, иначе к вечеру сарковная мафия меня убит. Это самая опасная мафия. Вот так что. Еще раз благодарю, что заехали. Вы в нужное место попали. Вот от толкования уйдете, когда покажете своим, это самое единственное верное толкование. Другого просто нет. Все остальное в этом свете, когда будете считать, бэкмелдеры, криверы, там, как будто их нигде не было, никогда не было. А Иоанн, Златовуст. Вот как раз здесь его от толкования взят. Это его почти все. Блаженный Афтефилак, он суммировал всех сетих отцов. И когда, вот я баптистам вывез, считает как, я, говорит, ни одного слова не нашел, где в душу моя сказал, не так. Ну хорошо, посмотрим. Сделаем одолжение, да? Не то, что одолжение, просто мы нам... Это вам жизнь дарована. Я вам это подарил, не жалея, искренне, любя вас. Но мы вам тоже от всей души подарили. Хорошо. Мы хотим поехать, но нам, мне так кажется, помолиться надо. Так, мы совершим молитву. Будете молиться вы? Братья, давайте помолимся. Давайте помолимся. Давайте. Отец наш небесный, мы обращаемся к тебе во имя Иисуса Христа. Благослови нас, закончить жизненный путь по слову твоему. Духом твоим святым, укрепи нас, предстоящих перед тобою, чтобы благовестие было в истине. Мы ни в чем не нарушили слово твое, сохраняя от оселения от пожара, воров и нечистой силы. Мы просим за всех узников по всему миру, томящихся за слово твое. Посети их, владыка, и освободи. Дай им отдохновение, Господи, утешь родных и близких и их страдающих вместе с ними. Мы просим твоей милости, Господи, на всех, кого достигло слово твое. Ибо сеющий и поливающий ничто, но все Бог в отращающий. Милость твоя, Господи, распростерта каждому народу. Не дай нам погибнуть, заблудиться, чтобы мы все находились в церкви твоей, единой и вечной. Мы просим, Господи, во имя крови твоей, причистой. Ибо каждая душа, дорогая цена за нее заплачена, предстоящая пред тобой ищет общение с тобою. Помилуй нас, благослови, распусти с миром. Хвала тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я буду советовать вас, Господь, чтобы было безопасным движением. Мы ехали, вот как в Кападу, обещали, лишь памятники, 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 памятники. Бывает несколько, сразу надо их фотографировать. За сном. Вот мы последний день приехали из Тоболь, мы сзади поехали 1615 километров. Это нам не спешили, чтобы усть здесь. Мы обычно посещаем, выезжая на 20 мест. Груз больше не берет машина на 20 мест. Мы литературой набираем с собой примерно 700 килограммов за каждый выезд. Много берем Евангелие, Новый Завет. Ну, правильно. Поедем, да? Говорят, люди не обратятся. От меня не зависит. 22 глава Евангелие 2. Идите, зависим на врач людей. Кому голову разбили, кого. Господь новых пошлет. Идите и научите все народы. Да, все народы. Поэтому, благое дело, нести Слово Божие. Я не могу сказать, приехал, когда зашел в Пензу, и как баптисты себя занимаются, я в это же, ну, через неделю, в меньшей неделе, я уже выступаю перед священниками, им это привожу на память. Говорят, я был у баптистов, но у вас почему этого нет? Вот они сидят, все с чистеньким. Библия на столе, каждый листает. Почему вы не собираете людей-то? А вы опять за своих баптистов. Ну, если они правильно делают, ну, почему же не подражают? У вас огромный дом. Ну, почему не начать работать-то? Ну, не знаете, как произойти баптистов, они вам покажут как. Каждое слово надо разъяснить, тем более у нас такие материалы. Последний вопрос, можно? Значит, вы баптистов не признаете только ради рукоположения? То есть я признаю, что они есть, и так же не признаю. Так, ну, хорошо. Спасение имеет баптисты? Бог решает, я не решаю. Я сказал на этот вопрос, я никогда не отвечаю, спасает Бог. Недавно один священник, мне передали, сказал, самый плохой мой, забулдыжный, православный, лучше самого хорошего баптиста. Я чуть не охну. Вот это да. На каком же это основании? Даже назвал забулдыжного его? Забулдыжного. Он знает, что пьяницы у него приходят, забулдыжный самый мой. Он лучше самого хорошего, непьющего баптиста. Не знаю. Я знаю, что баптист это благодатная почва, куда можно сеять. Вот я беседую с баптистами, у меня многие пришли, стали православными, батюшками. Это самые лучшие батюшки православные. Он сеет, что? Посеет слово Божие, живое евангельское. А баптист говорит, он баптист, от рождения любит слово Божие, и теперь он в православии несет слово Божие. А что он сеет, а не ему посеет? Я бы думал, он знает все. Ему открыто с детства. Вот убили, которого Кришнаит убил, голову отрезали. Это племянник Сусова был, он в моем доме тоже обратился. Ко мне завозят, было такое, завозят еврея, еврея этого, но он баптистом припнул. И мне похвалиться, вот какой у нас. Он заехал и сразу остался. И они уже без него поехали. Он стал батюшкой, порученцем патриарха по разным республикам даже. Я испытал жизнь. А как вы понимаете, допустим, батюшку, допустим, из баптизма хороший батюшка получается. Мы знаем много батюшек, которые даже не отличаются от людей мира сего. Они живут греховной жизнью. И благодать на них есть. Вот в чем дело-то. Вот жили сыновья Ильи, были люди негодные, людей отвращали от жертвы. Но жертву принимали не от филистимляна, только у них. Иеравам сделал все похожее, но все это было Иеравама. Баптисты, все остальные попадают под графу 16 главы числа. Вот что беда. Дофана, Верона и Корея. А чем вы лучше других? Мы тоже можем ходить. Ози, вы не имеете права этого делать. Единственное, вот единственное. Мне говорят, ну а баптисты, ладно, пришли. А у них нет вот этого. Что у них нет? Ну вот начинают перечислить. Ну а без этого можно спастись. Ну даже вот мы выйти без бород, вы признаете? Признаю. Уж я строго ставил свою. А вот если они это, признаю рукоположение. Пусть они все останется, как есть. Так вы считаете, что мы на одной планке скорее, да? Да. Именно так. Так их Бог наказал. Потому что Он сказал, говорит, что мы тоже принесем жертву, а Господь говорит, я покажу. Вот я беседую, когда в университете. Я говорю, давайте, вот я доску грифельную разделяю пополам. Вот здесь преступление, тут наказание. Ну, к студентам обращаюсь. Преступление, незнаемое, под вопросом. Наказание, 15 суток, да, там, заматерился, или помощился, там, что-то. Ну, 15 суток, так далее. Так, один год. Сын начинает, там, жену побил, или что-то. 15 лет преступления, какое-то такое. Смертная казнь, ну, тут ясно, сто вторая статья заиграла, сто восьмую, подвойную, сто шестую, ну, такое-то. Теперь, смерть живьем в ад. А разве есть такое? Есть. И только один раз. Да какой такой грех? А вот какой-то такой грех, это отделение от церкви. Отделение от церкви, созданное Богом. И живьем в ад. И Бог говорит, я завтра покажу, от Бога они или не от Бога. Вот что страшно. Здесь никуда мы не можем свернуть. Озя пытался покадить, хороший царь, Бог сразу покрыл показы. Озя пытался рукой поддержать, когда Давыд перевозил ковчегу, он сразу и убил. Церковь не выправляется человеческими силами. Я работаю в церкви. Я работаю на корабле, созданном Богом. Ты работаешь в благовестии, вне этого. Но это благовестие. И тебя за благовестие Бог сильен привести в церковь. Ты не зарекайся, ты не знаешь, где тебе Бог найдет. А мне говорят, а ты уверен, что ты к баптистам не перейдешь? Абсолютно. Вне церкви нет спасения. Вне церкви нет спасения. Церковь только там, где рукоположенные пастырства. Там таинство, правильное крещение, там причастие. А в баптизме все это есть? А? И таинство, и... Нет, они подражательны. Я разговариваю с баптистами. Баптистов я очень хорошо знаю от самого начала. Я специально исследовал от возникновения. Поверьте, что я их просто знаю. Я говорю, скажите, у вас сейчас вот совершается вечер, что? Воспоминания. А хлеб, который переломляли, вот переломил он его, он стал хлебом? Ну, он был хлебом. А тело Христово? Ну, это воспоминания. То есть нету. А у православных не так. Вот он взял, преломил, и оно уже тело. И вино, которое в чашу, уже не вино. Почему? Ты виноен против крови будешь. У баптистов какое тут неразумение? Против... Не против вина, ты виновен тобой. Против вина, ты бутылку ты выпил. Против крови. И кто есть недостойно, виновен против чего? И кто недостойно прищищается, что? Многие больные немало умирают. Вот я говорю, представьте, я зашел в больницу сейчас вместе с батюшкой. Я говорю, кто больной? Ну, все больные, в палата больная. Кто прищищался в церкви? Ну, подняли руки 50 человек, а всего 70. Батюшка, это твои клиенты. Ты их привел сюда. Многие больные. Ты отнял надежду на спасение без Христа. Без Христа нет спасения. Вы даете причастие, и не рассказал, кто у тебя на кресте изображен, он не знает. Ты спроси, это язычники перед тобой, самые натуральные язычники. Вот это надо сделать, вот это сделать, что-то где-то совершится. нигде ничего не совершится. Это делает Дух Божий только. Вы не знаете, что такое жить в Духе Божьем? Чтобы силой Его облечься, этой силой Бог облекает, и народы будут покоряться тебе. Бог. Приник наш Бог. Приятного встречи с вами. Спасибо, Христос. Когда вы зайдете, там написано, которое я дал вам визиточке, вы там найдете очень многое, взятое от баптистов. И о баптистах. Притом везде только положительное. А в общем... Вы говорите положительное, а сравниваете с Кореем, Дафаном и Увероном. Я договариваю. Положительное, это то, что Бог сделал через слово. Не хватает рукоположения. Я не могу лгать. Я священникам говорю, какой бы он ни был, дальше я ему говорю до конца все. Я и патриарху сказал. Если написано, я посылаю вас среди, а вес как среди волков, А волками он назвал кого? Неверующие, коммунисты, атеисты. Но когда собрал из Мимитови Ефес, 20 глава Деяния Апостолов, то сказал, из вас самих восстанут лютые волки, бешеные, их отстреливать будут. Это попы и архиепископы. Вот недавно беседовали, я говорю, Златовик сказал, большая часть священников погибает, а за столом сей пять священников. Я говорю, трое в аду будете. Дафан, Верон и Калию вместе с вами будут. Адаканитом, я говорю, теперь смотрите, в настольной книге... Нам не позволено судить. Это сказано, я привожу слова, я привожу том, страницу. Вот теперь, настольная книга священослужителей, третий том, 601 страница. Серафим Саровский, слышали такого, он три дня и три ночи непрерывно молится, поднимая руки, целенаправленно молится, не просто так. И Господи, помилуй русских священников-архиереев, помилуй, что они делают, Господи, они Бога не знают, Господи, не погуби их. И через три дня вдруг Бог заговорил, не пощежу и не помилую, ибо они заповеди Божии заменили вымыслами человеческими. Псалом 118, 113 стих. Как будто ни одного священника спасенных нет. И это напечатано, я могу, а где там напечатано Иерма Рахста, это у нас записано. Я говорю, настольная книга священнослужителей. А какой том, я повторяю, третий том, страница, 601, внизу, пятая строчка сверху. Ну, Бог дал мне память, я просто цитирую. И они с радостью пристихли. Серафима Саровского признаете? Признавайте. Был такой феофан затворник, епископ Говоров, один из самых популярных. Он говорил, пройдет одно-два поколения, и православие исчезнет. Я говорю, а это 1861 год. Вы верите, что он был настоящий, святой, канонизирован? Да. Может быть, это лжепророк был? Нет. А он говорит, одно-два поколения, прошло шесть поколений. Или он говорил о другом православии, не об этом язычестве, которое под именем православия идут. Это язычники самые настоящие, не знающие Бога. Толпа просто курится туда-сюда, я говорю, пульпа через хрещет через порог церковный. Вы не знаете Бога. И тогда получается православие, которое надо знать православием. У меня одна книга есть такая, к истинному православию. Кому-нибудь скажи, принести, я покажу. Я над ней работал сорок лет. Все вопросы, она небольшая книга, там 430, кажется, справится. Скажи, кому тебе это, ребят? Я вам сейчас прочитаю. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимировичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. Это я в то время издавал. Дальше. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам Московской Духовной Академии, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со времен блаженного Иеронима Стридонского, умершего в 420 году, в православии не появлялись материалы такого рода. Сделанное все получено, сравнивая все получено с Священным Писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первой истоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. Здесь все вопросы. Я рукоположение от церкви. Желаете, подарю? Ну, можем взять. Ну, можем взять. Это исключение не надо. Это громадный материал. А вы как исключение делаете? Желаете? Желаем. Я вам даю, это не просто так. Это православие, как сегодня называют, настольной книгой, может быть. Вопрос о покаянии, о крещении, о священстве, о церкви. Это все на основании Библии. Я вам дарю. Теперь откройте один том. Дайте я покажу заголовок. В самом начале предисловие. Посмотрите. Ну, третий том, они везде одинаковые предисловия. Немножко отвлеките сюда. Новый Завет. Толкование Блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского в трех томах с добавлением комментариев к словам Блаженного Феофилакта, касающимся проповеди Слова Божия. Составительный комментарий Фейнатий Лаптин. И вот здесь по благословению патриархам. Читателям предлагается третья книга толкования Нового Завета со старым Блаженным Феофилактом в XI веке на основании творения Иоанна Златоуста и иных святых отцов Православной Церкви, живших ранее. Читая эту книгу, вы обнаружите, что Блаженный Феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания. Православные вообще его не знают. И обязательности проповеди для всех христиан и пастыри и мирян. Так что, если бы не указывать автора этой книги благочестивые православные, наверняка бы заявили, что это пишет Баптист или другой сектант. Даже не поверили бы, что это православные пишут. Вот эту книгу считают люди, они даже не поверили, что это православные. Это огромный, огромный материал. Он перетянет все, что сегодня в библиотеках есть. Все перетянет, да? Здесь два материала от церкви и от священства. Возьмите за слово. Писаем православие. Причем, вы перелюбите, с вами легко разговаривать. Нам интересно, мы почитаем, мы посмотрим, вы почитаем. Вы библию не отрицаете. И это, понимаете, это очень приятно. Слово Божие, это для нас жизнь. Может, еще для распространения вам по комплекту. У нас не лежать не будет ничего. В первую очередь, мы священникам дадим. Есть люди, которые обращаются. Вот мы сейчас проехали и в одном месте остановились, и священник встретил нас знать. Он побежал на колокольню звонить, говорит, я вас встречу по архиерейскому чину. Только епископа так встречают. Такие люди есть. И давай у всех на колокольню звонить. Когда? Ну, неделю назад, примерно, в Туле. Я не священник, но там люди знали, наши книги там были, попросили выступить. А были мы в Москве, там, игумен один, он облег меня в стихарь, а я уже два года не проповедую, я отошел от всего. У меня много стихов написано. А почему вы не проповедуете? Ну, я коротко скажу, я служил в морфлоте. Это М, глухонимый МФ, морфлот, МФ. А я занимался, много выступал в разной печати, мирской, журналы, газеты, там, ну, очень много. Дальше. Я писал книги. Я их издавал. Издавать и писать, это разные вещи. За компьютером я провел за 8 лет больше 30 тысяч часов. Сам набор делал и сам версткой занимался. И в фотошопе работал. А в 62 года мне показали, как его включать. Понимаете? Это понятно, что 38 книг, по 750 страниц, и каждая книга это как энциклопедия. Там тысячи данных. В каждой книге примерно 3 тысячи ссылок на Библию. Я ее просто знаю. И когда по-славовски написано, я на диагонали смотрю, я читаю сразу по-русски ее. Цитирую ее, говорят, букву в букву. Бог дал. Дальше. Я писал много стихотворений. У меня написано 3467 стихов. Ну, много или мало? Это вместе. Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Блок, это будет меньше. Каждое стихотворение 9 куплетов. Стихотворение 80 положено на музыку. Это все там есть. Я перестал писать. Я говорил, каждую неделю 4-8 проповедей. Примерно 25 минут проповедь. В храмах разный. Я отошел от этого. И дальше я выступал в эфире. Ну, тут меня отсадили. По телевидению. Теперь осталось у меня тоже МФ. Молитва и форум. Я взял за эпиграф своей жизни сейчас, мне 74-й год. 118-й Псалом, 164-й стих. 7-ми кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Чтобы 7 раз в день становиться на молитву. В виде отдела. Да. 7 раз. Что означает раз? Раз это примерно 7-10 минут. Это мы считаем, вы не знаете, 3 святые, Царю Небесный, Даочий Наш и 100 поклонов. 100 поклонов со всеми нуждами приносим перед Богом. Мы кланяемся, знаем, что у Христос говорит. Поклоны были всегда. И это раз. И проходит час-полтора в основном молитву. Вот они у меня в прошлом году у него работали здесь. Ну, помогали, там, за полцены. Я говорю, я даю ребят, которые в лагере работали, в лагере закрытый, при одном условии, чтобы 7 раз в день становились на молитву. Он говорит, так и я с ними буду. Результат. И у меня осталось... А? У Игоря? У Игоря. Вот, ряд, не у Игоря, а у Игоря. Другой живет здесь. Но я имею в виду Барабаш. Нет, это Глушков, вот рядом, где стоит он, прицеп его. И они, вот работники его работали и 7 раз, не считая утренних, вечерних молитв. Игорь Барабаш, он с вами как? Как? Прекрасное отношение, брат. Брат во Христе. Ну, Игорь, видишь, у него характер мягкий, у него совсем молодая, но и все равно бывает это недовольно где-то. И жена у него такая же. Просто можно... Она тоже с наших местом, да? Я не могу точно сказать, но они вместе учились в университете, бальных танцев пара. Это... Ну, Игорь, а мать у нас там член церкви? Я знаю, она приезжала. Вот сейчас у баптиста член церкви. Вы можете говорить, член общины, а не церкви. Раньше у баптистов этого не было. А тут церковь, церковь, это не церковь. Это община, община, которой надо присоединиться к церкви. Братья, я вам все сказал, я ничего не скрыл. И тут материал о церкви. Когда будете читать, вам ничего не надо доказывать. Я даже книгу даю. Один раз я выступал перед баптистами 450 человек. А один раз в конце все до одного сказали, мы готовы сегодня перейти к православию. Мы не церковь. 450 человек. Я испытал силу влияния Слова Божия. Это около часа ушло. Допустим, на сегодняшний день православие, само слово православие, как вы можете расшифровать? Ну, оно само говорится из двух слов. Правильно славить Бога. Правильно славить, значит, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне пресно, во веки, веков, и все. А если оно там не происходит про прославление? Про прославление идет. Но делами многие не прославляют. Но это корабль, который захватили пираты. На нем я тружусь. Корабль Господний. Вы молодцы, вы все делаете. Но это не корабль. Ты просто на доске на своей прилепился и плывешь. И думаешь, океан переплыть. Не переплыть. А капитан корабля ваш, он делает неправильно? Христос. А если Христос? А пару сану давай, иду святой. Нет. А если Христос, да. А если батюшка? Нет, не батюшка. Батюшка это один из членов, может, главный пират на корабле. Пират, который захватил власть. Господь говорит, из вас самих восстанут лютые волки. Какой он руководитель? Он руководитель тогда, когда им руководит Христос. Когда Дух Святой ведет его. Так поэтому и, скажем, баптисты, или церковь, как мы называем сегодня, и отделились, можно сказать, от общего такого движения, для того, чтобы не вместе. Не надо было отдаляться. Мы вместе с церковью. Я имею причину, отделились, я всем говорю, если бы не рукоположение, я бы сегодня перешел к баптистам. Я родился там, это моя духовная родина. Переходите, из-за этого вы будете спасения иметь. Я баптист, просто самый настоящий баптист был. Я у них проповедовал, не один год был. Но рукоположения нет. Было бы рукоположение прямо сейчас с вами силой уехал. Настолько у меня сердце горит послужить для Бога. Но я знаю, я в церкви. Я вижу переменную жизни людей. Священники меняются. До епископа. И наш епископ это самый лучший был епископ. Но он нас давил и давил. Мы понимаем, что в православной церкви, извините, я не то, чтобы унизить. А не извиняйтесь, я приму все. Я не еврей, я не боюсь сказать. Мы так понимаем, что в православной церкви нету новой жизни. Нету. Нету? Нету? Нету. Я с вами соглашаюсь. Вы со мной согласитесь. Здорово. Нету новой жизни. Нету. Я говорю нету. Но сказать, что везде нету, этого нельзя. Потому что вы всех не знаете, я всех не знаю. Но у баптистов все не рукоположенные. Все до одного. Вот в чем дело-то. Что вы сказали, я с вами соглашаюсь. Вы что не скажете? А пьяницы, батюшки, там блуды... Согласен. Все согласят. Но скажу не все, потому что всех вы не знаете. А я знаю, которые этим не занимаются. Которые отсидели сроки. Как Глеб Якутии 7 лет. О, если ты его проехал, тогда ты уже нашу деревню давно проехал. Якутия. У нас настоящие герои веры есть. Настоящие. Приговоренные к расстрелу. За Слово Божие. Я ничего не за всех говорю. Ну, говорю за тех, которые я знаю. Да, да. Я тоже знаю. Вы правы. В какое время вы будете проезжать? Потому что таких много. Да. И если, допустим, не живет там Христос... Погиб человек. Он погиб. Православие не поможет. Ничего делать. Поэтому написано как? Как? Выйдите из среды их и отделитесь. Это кому сказано? Где сказано? Сказано в Откровении 17-18 глава, где говорится о великом городе Блуднице, который, как Москва, будет сожжен. Это не от церкви. Из церкви нельзя уходить. Без церкви спасения нет. А прилеплять слова, которые говорятся к городу, написано, все великие города, там толкование дается. И применять к церкви, неразумно это. Там толкование дано в этой главе. И вы это найдете там, откровение. Молодцы вы, ребята, что идете и проповедуете. Но надо войти в церковь. Правильно делаем или не делаем? Правильно делаем. Слово Божие живо и действует. Через кого бы оно ни было. Евреям написано. Острее всякого меча. Вы к евреям как носите? К евреям? Да. К людям этим? Да. Ну ничего страшного, раз будешь, я поговорю с тобой. Мы особую молитву молимся об евреях, чтобы Бог открыл ему истину. Павел говорит, готов сам быть отвеченным. Да. Ну, я говорю, как к людям, да? Как к людям. Так же, значит, Христос присутствует при этом рукоположении. То есть вы думаете, скажем, вы его не видели, Христа, скажем, мы думаем, что присутствует. Ну, мы верим так. А вера откуда исходит? Вера исходит иногда из сердца, а иногда от вымыслов человеческих. А адвентисты тоже верят в это. Что? Я с ними объяснял, а все верят. А вы видели при другом, значит, рукоположении, что Христос присутствует? Нет, не видели. Но это указание Божие. И там видеть не надо. И тут тоже указание Божие? По слову Божие только так. Без всякого прикосновения. Меньше благословляется большим. У вас никто этого не рукополагал. Ну, вы никакой хобид не держите. Я люблю вас и говорю. И вы сами исследуете. У нас исследовали баптисты, вернулись из Германии, Голландии, поехали везде, вернулись и говорят, действительно так. Вот есть такая книга, вы в эфир зайдите, Питер Гилквиз. Это баптистские проповедники. Там несколько пресвитеров. Примерно 20 тысяч человек. И они решили так. Давайте так. Ты занимаешься литургией, в конгресс, в библиотеке работаешь. Этот поехал в Грецию разбирать относительно рукоположения. Через год вернемся, сделаем доклады. Сделали доклады. Делали доклады, которые... Мощные доклады. Все пришли ко дому, мы не церковь. Как теперь церковь искать? Они нашли. Сунулись, не принимают. Они присоединились к греческой церкви. И там остались. И 20 тысяч. Их сразу рукоположили 60 пресвитеров, кажется им. Питер Гилквиз. Это все руководящие братья-баптисты. И сразу присоединили их. Ну и все. Дальше они... Хорошо, давайте мы на хороших отношениях раздельемся с вами. Самые лучшие. Да. И мы рады, если вы еще к нам заедете. Да. Хорошо. И в Барнауле заезжайте. Если заедете к нам, в Барнаул, в общем, я вам сразу представлю слово. Угу. Конечно, чтобы и вы нам тоже представили. Это где? В Барнаул. Мои телефоны у вас там указаны. Угу. Это Ползунова 6. А как вы говорите, а чтобы мы тоже вас... Ну как? Ну как, на равных. Я вам представляю, вы к нам приехали, я вам представляю, перед собранием выступаете. Я прихожу к вам, вы мне представляете у вас выступить. Как? А, если вы к нам приедете? Я к вам прихожу, и вы мне в собрании представляете слово. А я вам... Вы же не будете про иконы говорить. Я вам буду говорить о Христе, о служении и прочее. Я вас не ограничиваю, говорите хоть об иконах, хоть о чем. Мы об иконах не говорим. Вот там Винс, у них этот, Винс, фамилия его. Он, адвентистов. И который у нас адвентист, она пошла, с ним договорилась. Согласились. День встречи, все отказались назад. Я знаю это. У баптистов хорошая связь с Кагадем Городком в Новосибирске. И с Кагадем Городком мы договорились. Я у них веду уроки, дом ученых. Что баптисты... А некоторые ходили к баптистам, уже там связи есть. Я говорю, давайте договоримся так, что вы их призовете. Баптисты согласились. Но в последний момент в Новосибирске спросили, а со стороны православных кто будет? Я говорю, вы постарайтесь сразу не говорить, они откажутся. Ну а какая разница, дам из Барнаула один брат. Нет, а кто? Игнатия Лапкина сразу сказал, мы не поедем. И отказались решительно. Это ваше имя, да, Игнатия? Мое имя сразу сыграло печать. А кого вы там приглашали? Не я приглашал, а эти ученые. А кого приглашали они? Ну кого там присустили? Рай, я говорю. А в какой церкви? Которые на Инской там находятся. Инской? Зарегистрированные. А они к ним. И от них они и Библию получили, все знают. А может ключ устроить? Я говорю, я согласен. Поезжайте, вы теперь договоритесь. Но время будет равное шахматы и часы. Никто не перебивает. Это условие строго. Потому что это не пропасть, а диспут, так назовем. Они согласились, а потом спросили и отказались. Потому что с ними я уже встречался. Они мне ставили в обвинение, там я увел сколько людей у них, я никого не увожу. Я возвещаю истину, а уводить, это Бог покажет тебе. У меня было так. Я вступаю в одном месте, ну там старший пресс-питер. Старший пресс-питер собрал людей, там пресс-питеров, кажется, несколько было, и молодежи. И мы закончили беседовать в 5 утра. Старший пресс-питер стал говорить, я уже над вами не пресс-питер, я перехожу в православие. Старший пресс-питер, он стал священником в православии. Из этих, которые пресс-питера были, кажется, трое было, ни один не перешел. А которые сидели молодые, ну там несколько человек я уже не следил. Он только встал и сказал, ну что, надрали нам задницу. Они все записывали. Ну возражения есть какие-то, нет. Ну что дальше толковать-то? Я думаю, даже когда мы Слово Божие передаем, оно не в таком форме должно происходить. Вот я тебе докажу. Да нет, никак. Я даже показать, что Бог говорит. Христос так не проповедовал в доказательство, да? В доказательство проповедовал. Когда ему говорили, вот, там, Саддукея, он говорит, ну, не признающие души. То он говорит, а как же написано, я Бог Авраам Исаака Якова. Он прямо показал, Бог не Бог мертвых, но живых. Он доказывал. Вот это самый настоящий диспут был. Это настоящий диспут был. Они доводили, что нет души у человека, нет ангелов. А Христос на основании книг, а они признают только пяти книжей Моисея. И он взял исход, по третьей главе им доказал. Баптисты 11 книг в Библии выбросили. Мне достаточно 66, я вам докажу это. Я докажу, что вы хорошие, и вы не церковь. И вам нужно прийти в церковь. Не надо нам доказывать. Э, надо. Ваше, что доказывать, я все принимаю, что вы скажете. Ваше слово ни одно мимо не прошло. Ну ладно. А почему, скажите, без пояса вы? Почему? Ну что он будет, давайте, просто скажем. Давайте, Иоанн Креститель носил пояс? Вопросы простые. Иоанн Креститель носил пояс? Возможно. Носил, написано. Нет, не надо. Написано, носил. Это лукавый ответ. Невозможно, написано. И пояс какой? Кожаный. Кожаный. Давыд носил пояс? Ну, припоясал, проще это. Дальше. Пророки носили пояса? Ну, не пояс же не спасали. Не надо так, это нехорошо. Я конкретно спрашиваю, отвечаете, да. Где? 108-й псалом. Доводет проклятие как пояс, который... А в Новом Завете тоже все носили пояс? Теперь смотри, теперь апостолы все носили. Петр говорит, припояшет тебя, ты припоясывался сам. Ну, припоясывался. Так что Павел Агав взял, говорит, пояс Павла, припоясывался руки. Так, ну, было, было. Считаем откровение. Видел Сына Божия, припоясанного по честному. Видел ангелов, припоясанного по персам. Все с поясами были. Это 108 раз в Библии вам недостаточно. И один раз только распоясывался. Где? А когда пришел... И только один раз, когда пришел там от Синахерима, начал говорить. Он говорит, не хвались. Подпоясываешься, как распоясываешься. Он распоясывается, если это хулиган. Надеть пояса и живот лишнее убрать. Это не надо. Это уже выслишки. У нас посты. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. Добрый вечер. Лишь не убрать. Это благодействники приехали, баптисты. Ну, хорошо. Отделенный. Машина твоя сама поехала. Ну, насчет пояса мы просто скажем наши понятия. Мы понимаем, что оно ничего не меняет. 108. Это плохо, что не меняет. Вот я один раз услышал о бороде, это навсегда. О поясе один раз услышал навсегда. Когда Серафима Саровского спросили, почему ты мог? А мы нет. Он говорит, решимости не хватает. Вы не подыгрываете под братья. Вы услышали 108 раз говорится, что все в поясе. То есть так. Вы не подражаете ни апостолам, ни Христу. А с чем вы такие расповязывающиеся? Откуда вы взялись? А вы скажите, а мы евангельские. В евангелии все с поясами были. Так что надеть. Так у нас есть. А он это такую зачем отпустил? Знаете, чрево человек... Сам отрастает. Чрево должно быть такое, если перегнешь, не больше 12 миллиметров. Все остальное... А где написано? Я вам расскажу сейчас. Сейчас скажу. Скажите, рост какой у вас? Рост? Ну, метр семьдесят восемьдесят восемьдесят. Семьдесят шесть. А вес? Вес сто семь. Семьдесят шесть, сто семь. Подожди. Дридцать. Почти сорок килограмм лишнего веса. Это шкала. То есть вы хотите сказать, что больше метра, столько веса должен быть? Это общепринято. Это общепринято. Медицинское. Это общепринято. Отнимите сто пять. Я понял, я понял. Это, во-первых, надо накачивать кровь. Вы сердечная болезнь. Вы... Ну, какой вы работник с таким пузом-то? Вы свой рост и отнимите сто пять. Это ваш максимальный вес. Ниже может быть. Мы уже до наших тел добрались. А почему? Потому что люблю вас. Да? Конечно. Ну, ладно. Вы нас извините. Мы торопимся. У нас группа там первый день. Они... Наилучшее пожелание. А вы куда выезжать не заблудитесь? Знаете? Честно сказать. Мы блуждали сюда. Вы крутились. Куда ехать? Нам надо бы на трассу ехать. На трассу. На Буканку нам надо. Ну, вот сейчас вот прямо... Ехать вот. На Буканку нам надо. Вот сейчас вот... Вы прямо по дороге понакатываете. Железная дорога вы едете. Вдоль железной дороги до переезда. А там направо поворачиваете через переезд, и прямо у вас дорога накатана. Под линию высоковольтную, и дальше двять трассу. Нам прямо выйдет на трассу. Через переезд мы переезжаем. И чуть-чуть левее пошли, да? Ну да, прямо левее, так она идет, там одна дорога накатана, прямо здесь насыпь, как бы была старая трасса, там ее забросили. Прямо левее, 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 вы выйдете, там будет высоковольтно. Туда легче, оттуда труднее, там развилки идут. Оттуда вообще там невозможно, мы заехали потерявку. Как вы попали, вам кто указал или как? Так мы, сколько не спрашивали. Тут возле линии один дом стоит, один человек живет, там спросили мы. Потом там где-то на Роге, да, это самое. Просто молодцы, скажу, молодцы. Мы искали вас. У вас, наверное, часа полтора-два остались. Ищущий обрящен. И что вы приехали, я благодарен Господу. Я вам тоже благодарен. Дохновляюсь. Ну, хотелось, чтобы вы нас все-таки, ну, не перечеркнули, как церковь, а как... Мы же искупленные дети. Любая. Христос говорит, где двое или трое, там и я посреди них. Нет, вы ошибаетесь. Смотрите. Где двое или трое, я посреди них. Где ты нашел такое? Где в Евангелии? Нет такого Евангелия. В Евангелии написано, где двое или трое собраны во имя Мое. Да. Не сами собрались, собираются и выпить. А собраны Духом Святым. Так я имею в виду, собраны во имя для того, чтобы иметь служение. Дух Святой, всем описанием сказал. Все в поясах, все с бородами. А вы, если вы от Духа Божьей, вы должны принять это. И сейчас и животы нам срезать. Все. Питание Бога вдохновенно, Бога вдохновенно. И полезно, да? Для исправления, для обличения. Хорошо. Ну ладно, с Богом. Вот сейчас прямо выйти, и эта дорога будет справа. Герезанная дорога, и изгон. Мимо храма пролейте, в низинку. Да, да, да. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Я думаю, что Глушков здесь, я ощущаю. Глушков, я сейчас не могу дозвониться. Ну, похоже. С Богом. А они что, откуда они, как они? Отдаводство.